Гималайи Гималайи Кто 10 лет назад хотел попасть сюда? Вот смотрите, даже больше Когда песня вышла Как родились сразу Гималайи Ну вот сколько нужно было ждать Нарабатывать благочестие определённое Чтобы попасть сюда И коли у вас это было желание Господь в вашем сердце организовывал В жизни всё так, чтобы вы этого благочестия нарабатывали Живя благородной честной жизнью В праведной Потом многие встали на путь духовного самопознания Там, в Билисио Очень достойно Также набрались благочестия Многие Нашли свой путь И панчататваки И так Вы прошли этот путь Мы наверняка получили очень Огромный багаж впечатлений Как позитивных Так и негативных Да Потому что внутри у нас Живут две природы Демоничная и Божественная Говорится Ту природу, чью мы больше всего подкармливаем Та и будет больше всего проявлять себя Если мы много радуемся Счастье испытываем Эглазиазм Решимость Такие все хорошие качества У Богов, как мы сегодня говорили Это значит Божественная природа проявляется И мир будет открываться соответствующим образом Если же у нас негативные эмоции Мы над ними не ведем работы никакой Они просто у нас Булькают, проявляются Паснут И попахивают То и соответственно мир перед нами Так же будет раскрываться В такой же гамме Да и цветов, и звуков Да и ситуаций То есть мы транслируем буквально Внешний мир через свой внутренний Поход в Гималайи туда Он очень сильно очищает сердце Потому что Мать природа То что вы видели Горы, реки, озера Всю эту чистоту Божественную, чистую, девственную Можно сказать Мать Мать Извините 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 Хорошо женщину с ведром воды встречать А еще лучше с ведром швабры тряпок И веников Это еще благоприятнее на самом деле Сердце это предметы для очищения сердца, оно принесло, оно все будет убираться, и так сердце чистится у человека. Во внешнем мире порядок наводит, и внутри порядок наводится. Это один из секретов духовной жизни. Предназлужение должно иметь практическую плоскость, когда человек что-то делает, убирает, моет, стирает, готовит внешний. Он очищает внутренний мир свой также. И вот вы теперь с такими, скажем, чистыми сердцами, ну или почищенными сердцами, будете возвращаться в новую реальность. Вы это наверняка уже вчера почувствовали, когда спускались в гор, попадая в такие города, уже смотрели другими глазами на них. Вам уже неинтересны были магазины какие-то, заведения какие-то, кафе. Потому что внутренний мир очистился от соприкосновения с внешней природой, мать. Природа, мать, то, что мы видели, это мать наша, это не просто природа, что-то безличностное. Это личность, это мать, прям как личность, природа. Природа нас, как детей, очень сильно любит, очень сильно любит, как мать любит детей своих. Вот так природа любит нас, живых существ, и людей в особенности, потому что у нас есть очень много преимуществ. И ее, просто вот эта природа девственная, она на нас действует, просто если мы смотрим на нее, она на нас действует, говорится, самое очистительное, вообще, очище ничего уже нет в материальной мире, что может нас очистить. Это просто мать, природа, которую мы видим. Поэтому самое сильное очищение для людей, это выехать на природу. Почему люди стремятся с городов после тяжелых будней вырваться на природу, отдохнуть, восстановиться, сил набраться. И когда человек это осознает, что это вот так действует, и посвящает себя этому, выезжает из такие места, они ищут духовные места, одухотворенные присутствием Бога, святых людей, то это очищение, конечно же, не имеет просто аналогов вообще в материальном мире, где может душа пробудить свое сознание и вернуться в свое изначальное положение. И вот у вас сейчас будет такой некий, не то что переломный период, а переходный, вы будете переходить на другую страницу ваших судьб, вашей жизни. Вы это очень сильно заметите, опыт показывает многих людей, они делились реализациями, каково это, въезжать опять в атмосферу, диких гонок за чувствами и наслаждениями. Вы почувствуете, что вы как будто стали немножко сильнее, сможете противостоять натиску соблазнов разных. Но также учитывайте, духовный путь это всегда постоянная работа над собой. Вы должны быть готовы к тому, что вы также что-то увидите, то, чего раньше не видели в этой деятельности. И это то, что вы увидите, покажет вашу внутреннюю сторону, над чем нужно работать. То есть внешний мир, как напоминают, да, что он отражает наш внутренний мир. И вы должны с решимостью, с уверенностью встретить этих недругов у себя внутри. Они не были проявлены, но они проявятся. И вступить с ними, скажем так, в переговоры. Не в сражения, в переговоры сначала, в знания покрытия. Что там происходит теперь? Знания покрытия. Это переговоры называются. И когда вы распознались этих врагов внутри, вооружитесь теперь хорошим знанием, мощным. И вступите в сражение потом уже, зная, как это делать. Какие практики добавить себе. Какие обеты дать. То есть, в чем себя немножко ограничить, чтобы сил набраться еще и в этой битве выйти победителем. Гималайя вам дадут это все, потому что Гималайя дают силы. Аскеза, любая аскеза даст силы человеку. И вы совершали, ну, достаточно для вашего уровня, ну, нормальные, не суровые, может быть, аскезы. Хотя для кого-то они суровые были. Но по силам все равно такие аскезы были для вас. Вы набрались сил сейчас. И, соответственно, эти силы потратьте на самоосознание. Не тратьте их на то, чтобы зарабатывать больше денег, создавать вокруг себя больше зоны комфорта, входить в какие-то, скажем так, группы людей, где вам придется силы много тратить на то, чтобы поддерживать отношения с ними. Выстраивать опыты деятельности, все же силы на это тоже пойдут. Многие так растрачивают все силы, которые берут с Гималайя. Не знаю, как им распорядиться, сохраняя привычки старые. Попадают опять в ту же среду и буквально за короткое время все растрачивают. И как Кришна Кудари говорит, что мой преданный, он говорит, умеет разменивать. То есть он его называет, каким-то словом интересным, не мошенник, а что-то хитрое, хитрое. Мой преданный хитрый очень. Я тут посмотрю это слово. Почему? Потому что он говорит, он умеет разменивать материальное на духовное. То есть может это делать, это процедуру делать. И у вас теперь есть это оружие, знания есть. Вы можете различать, хорошее, плохое. Материю и дух уже до какой-то степени можете различать. Теперь меняйте. Хотите стать предным Господу? Меняйте материю на дух. Пусть эта сделка, которая у вас будет проходить, всегда будет для вас выгодной. И всегда будет успешной. Чтобы вы не просто теряли материю и дух не приобретали. Наоборот. Меняйте на дух так, чтобы вы были еще сильнее, счастливее, здоровее. То есть энтузиастичнее, разумнее, образованнее. Тогда материя сама будет за вами бежать. Будет успевать ее разменивать. Вам не нужно будет искать товар на обмен на духовный фонд. Он будет бежать сам за вами. Но вот такие секреты в духовной жизни есть. Которые нужны всем людям на самом деле. И сейчас у нас будет подведение итогов. Каждый может поделиться своими реализациями. Теперь уже не только треками. Там вы треками делились, да, как сервис. На что вы осознали более глубже, нежели просто паломничество по ходу разной вашей эскетической подлоги. И тоже сколько? Ну, минут пять, семь. Как пойдет, если вдруг, как мы договариваемся, да. Кого-то понесет, то мы будем терпеть. Нормально. В хорошем смысле слова терпеть. Наслаждаться, если это прям, хорошей реализацией. Почему нет? Это самое ценное. Открывать сердце. И с кого мы начнем? С мужчин на педер. Халия Кришна, Халия Кришна, приветствуем всех хворейшей Кеши. Также одно из мест связано с духовными играми Господа. Насыщена духовной энергией. Для чего предназначена человеческая жизнь. Чтобы восстановить наши отношения с нашим создателем. С вечным желателем, лучшим другом. И, конечно, подготовиться к лучшему будущему. И только что спустились с гор, с Гималаев. Вчера еще было холодно там. Мы были все в пуховиках готовы. Сейчас уже жарко. Вот такая бывает здесь смена. Как и говорит Кришна, поговорить Аржуни. Матрас, Баршаста, Камантаяши, Товшина, Сукхарат. Все в этом мире материально меняется. Холодно, жарко. Страдание, радость. И, что Кришна советует Аржуни распространиться от этих чувств и восприятий. Потому что это временное проявление. Сегодня есть, завтра нет. Вчера мы за один день это ощутили. Утром мы еще мерзли. Мерзли. А сегодня уже нам жарко. Есть такое? Точно так же Кришна советует не волнуйтесь, не беспокойтесь, если приходит беспокойство. И точно так же не волнуйтесь, не беспокойтесь, если приходит радость. Потому что это все проходящее. Но радость духовная. Вот что должно быть главное. Потому что духовная радость это вечно. Вечная наша природа. Сад, щит, ананда. Для того, чтобы эту природу нашу опять вспомнить и восстановить, Господь дает столько много условий для этого и возможностей. Святые места это одно из всех составляющих. Святые места. И Господь так милостиво хочет, чтобы его дети скорее вернулись. Уже прекратили страдать. Еще больше даже, чем мы. Поэтому так милостиво сюда нас привез. Раньше так было разве возможно так быстро оказаться в святых местах? Даже в те юги это было не так возможно. Не для каждого. Почему же в Калиюгу, в этот самый падший век, это стало возможно? Почему, как вы думаете? Почему? Почему вдруг мы здесь оказались? В этих святых местах. Как вы думаете? Кто причина или что? В этих святых местах. А? Вот рядышком они, вот они стоят. Да. И говорят, мы вас сюда привезли, потому что сейчас план у нас такой. Золотой век решили сделать. Коротенький. Но надеемся, что все успеете, все вы успеете вернуться домой. И еще призовете многих-многих других моих детей, наших детей. Они говорят. Это и именно милость Кауран и Махапрабху. И вчера как раз в этой же связи, в рамках этого плана Господа Читании, вот еще больше людей, которые прилетают, прилетают на коврах самолетов, на железных птицах. На железных птицах. Да? С кухни, да? Панчатат. Были мы в одних из святых мест в Гималаях. В Гималаях. Там мы непосредственно общались с Кришной. Все. Почему? Кто скажет, что мы в Гималаях общались с Кришной? Потому что из гор я Гималая. Потому что из гор я Гималая. Он говорит, откуда вы знаете? Подслушали, наверное. Мы уже это, наверное, говорили. Нет? Ну да, так и есть, конечно. Богородит, Он говорит, из гор я Гималая. Поэтому, когда мы ехали, мы ехали по телу Господа и могли наблюдать Его красоту, общаться непосредственно с Ним, видеть. И мы видели, и так милость Его Господь устроил нам такую удивительную, просто экскурсию. Всю дорогу мы просто расслаблялись и наслаждались атмосферой. И если какие-то были подобны аскезам, какие-то, какое-то напряжение, то сейчас это уже и не помнится. Да? Помнится, наоборот, что-то яркое, духовные впечатления, инсайты разные. А если этому сопутствуют какие-то неудобства, то они уже и не помнятся. Правда? И тем более, если мы имеем дело с абсолютной истиной, то какие-то плюсы, минусы, это все абсолютно. Это все милость Господа. Святая милость Господа. В конечном итоге мы убедились в этом. У каждого есть свои реализации по поводу встречи с Господом, по поводу того, как Он отвечает взаимностью на наше стремление быть с Ним, идти к Нему через, казалось бы, разные трудности. Такую решительность иметь, это тоже надо благочестие иметь. Кто-то остается дома, кто-то боится ехать. Кто-то боится путешествия, думает, мало ли что. Но если мы настроены идти к Господу, несмотря на эти наши вечные, постоянные страхи в материальном мире, Господь говорит, будь со мной, придайся мне. И что он дальше говорит? Что значит? Мне предаться, и теперь ничего не бойся. Со мной тебе ничего не будет страшно. Как ребенок с родителем в большом городе где-то, он может одному будет страшно потеряться. Но если он нашел маму или папу за руку взялся, все. В большом мегаполисе среди огромного числа людей и машин, ему будет уже не страшно. Точно так же этот мир исполнит всевозможных беспокойств. Подам, подам, ядви, подам. На каждом шагу опасность. Кришна говорит, придайся мне и возьми мою руку, и больше ничего не бойся. И это, казалось бы, трудное путешествие, которое мы сделали с вами. И такие, казалось бы, невозможные аскезы, которые преодолели, поднялись на вершину кедранат. И с каждым шагом, каждый чувствовал присутствие и внимание, заботу о Кришне. Когда он говорит, не бойся, не бойся, ты же это делаешь для меня. А если для меня делаешь, то я и позабочусь о тебе. Если это делаешь для какого-то дяденьки, то начальника. Не знаю. Но если для меня, тогда ничего не бойся. Вот так мы и видим, как общение с Господом, по его милости, как он открывается и заботится о нас. У каждого свои уникальные личностные отношения с ним, которые проявляются в таких путешествиях. Джаси, Кришна, Бхагаванки. Джаси, Сила, Прабхатки. Джаси, Нитай, Нитай. Хариво! Это не только реализациями связанными. А потом уже реализациями поделюсь. Сочи, just a few words to say that just a few days ago, how many days, six days, we were here. Да, несколько, несколько, поделюсь. Да, поделюсь нескольким реализациям. Да, и это было всего несколько дней, но как будто бы время по-другому текло. И как будто бы мы совершили такое большое путешествие вместе. Некоторые из нас уже практикуют духовную жизнь какое-то время. А для кого-то из нас это новое. Но это было общее путешествие. Где мы все разделяли те же самые ценности. И такая забота нежная наших прекрасных учителей. Я надеюсь, что все мы это, именно это унесем с собой. И это будет начало с этого момента. И давайте снова встретимся поскорее и обсудим, как мы прогрессируем. И сейчас мы услышим все наши реализации. Сердце я открыл вам еще в прошлый раз. Поэтому сейчас это просто поделюсь треком. Это вообще лучшее событие в моей жизни. И первый день я немного озадачил, когда вынустались спать на моей кровати с каким-то мужиком. И сейчас я готов с этой группой просто ездить и слушать утром и вечером рассказы из этих книг. По поводу подъема в горы, вот на Гидарнаку, я ваших правил не знал. Думал, надо идти одному в молитвенном состоянии. Но так получилось, что это воспоминания одни солнечные. Во-первых, погода, во-вторых, я общался, очень интересное общение было, очень много было событий. Хотя 15 километров это очень маленькое расстояние, и мы все вышли не одновременно. А там просто все кипело. У меня даже вот там были проблемы потом с этими книгами. И там Шива, я не знаю кто, дал мне урок, я его не понял по своей глупости. Он тогда дал мне Катю, она мне все объяснила. Вот. И уже только на самом верху меня силы покинули. Как раз вот мимо приходила Женя, сказала, давай соберись с палкой, пошли. Я ей сказал, иди, не смотри на мои последние мучения, я как-нибудь сам. И мысль такая вот пришла, что вот посмотрите, кто кому служил. Вот у меня такое ощущение, что служил нам Бог, потому что Он как будто засуетился, и мы пришли к нему в гости, а Он нам в нужный момент в палку, остренько... На обратном пути мы вот когда шли с Мишей Кришной, мы незаметно прошли, потому что там беседа была и потеряли Наташу. И видно было, что и Миша Кришна, и Миша Кришна тоже расстроился немного. Что теперь, где ее искать, темно уже. А когда пришли, она невозмутимо и сидит уже в бескинице. То есть нам даже не пришлось ни о чем думать. Еще, когда мы поднимались по дороге пандалов, там надо было мне немножко помогать Матушке Малакине, она говорит, толкай мне в спину, но она бежала вперед меня, это ощущение, что я за нее цеплялся. Она еще успевала собирать камни и смотреть по сторонам. Поэтому у меня впечатление только... Я вообще не помню никаких трудностей. Все прошло очень хорошо, солнечно, красиво. Спасибо. Арибо! Арибо! Как хорошо, что вы не слышали того, что надо идти одному. Я думал, что надо. Господь взял память вам раз, хотя несколько раз это говорил, а за Твиновину, да? Я там раз понял информацию, как. Что надо идти. Одному? Да. Да, одному надо проходить. Вот я и думал, что надо идти одному, но... Одному не получилось. И получилось и одному, и я говорю, как я всех вообще видел. Илья радостно мило проскакал. Спасибо вам большое за этот тур. Спасибо нашим старшим наставникам, что это действительно было незабываемое путешествие, о котором... Ну, я действительно давно хотел попасть в Гималайи. И что меня держало, я вначале тур говорил, что меня прям жгла вот эта вот зависть лет 15, вот, к тем людям, которые там хоть раз побывали, я ж места себе не находил. Сейчас я чувствую, что я успокоился, как все, я тоже побывал, и все, уже не злюсь на них, ну, всех. Ну, вот. А по внутренним ощущениям, то есть у меня были какие-то ожидания свои, ну, там, из фильмов, из рассказов, какие-то романтика, там, Гималайи, небо, и все такое. А когда сам вот в этом всем побывал, впечатление совершенно, ну, другое, какое-то поближе уже к реальности, и понимаешь, что это даже, ну, какая-то другая реальность. То есть то, что ты видишь, это одно, а как-то все происходит, как-то чувствуется, что, видимо, ну, действительно, вот эта вот фраза, что не мы все контролируем, она прям вот ко мне и приходила. Ну, вот что, когда я сам хотел что-то сделать, сейчас я сделаю сам, и понимаю, что ты не сам это вообще и делаешь. Как бы идея даже к тебе какая-то, приходишь, и тебе кто-то подсказал. Вот это могущественное место. Подъемы — это отдельный разговор, это еще, ну, дома буду осмыслять, ну, что там, на подъемах какие истории были. Да, а вот это вот, ну, впечатление и картинка гор, вот утро, вечер, ночь, она, ну, на всю жизнь останется в памяти. И как раз вот сегодня уже вспоминали, что когда Кришна говорит, что из недвижимого Ягималайя, оно прям вот каждый-каждый день все въедалось все больше и больше, что вот это Он вокруг нас. Это вот все могущество и спокойствие и величие. Спасибо большое. Приму! У меня в этом туре, именно в Гималайской туре, не было ощущения вот этой сладкой боли, когда проходит чистка и такая вот боль, но она сладкая. Я знаю очень хорошо это чувство, и его не было почему-то, мне было обидно. Ну, что ж, я зря в Гималай приехала, что ли, ну, мне же хочется, чтобы меня хорошо почистило, а это не происходит, это какое-то чувство незавершенности, все как-то гладко слишком. А правильно с этим, как бы другой фильм в голове был, я периодически наблюдала, как Ваненький Прабу чистит сердца людей, делая им определенные замечания. И в большей степени это касалось команды его. И каждый раз, когда я это видела, у меня была зависть. Я думаю, ну вот, как классно-то сейчас, по ложному эго прошелся Ваненький Прабу, вот, почистил хорошо. И я очень хотела, чтобы со мной тоже такое случилось. А со мной этого не случалось. Я думаю, слушай, я какая-то не такая, что ли? Что со мной не так? Что же я хуже всех, что ли? И вот, допросилось. Случилось. И вы знаете, как круто это? Сначала так больно-больно, а буквально через минуту уже у меня полностью охватило вот это вот самое сладкое чувство. Оно больно, но оно сладко. И думаю, что наконец-то, теперь я тоже полноценный член команды. Вот это, наверное, самая яркая реализация. Это то, что я увезу с собой из Гималайи, потому что это было очень больно. Это было очень к месту. И это было то, наверное, что я ждала и что я просила. Харь Кришна. Мы так напугали многих. Словом, больно. Я знаю, да. Это сладко. Это дорого стоит. Дорого стоит, потому что есть риск. Почему такие отношения нужны только среди тех, кто близкие, не имеют с виду близкие телами, близкие там сознанием как-то таким вот, телесным, можно сказать. Эта близость появляется только тогда, когда мы вместе что-то делаем. Да, Господа. Это называется Сан-Кирта на Яге. Когда мы вместе что-то делаем, мы становимся очень близким. Мы настолько близки, что близость материального мира, она просто меркнет. Вот эти близости между отцом, сыном, матерью, ребенком, друзьями, близость какая-то между мужчиной и женщиной, близость даже ее можно взять. Она меркнет просто между той близостью, которую люди испытывают в момент, когда они что-то вместе для Бога делают. И вот это единственная защита, это вот единственная защита, с помощью которой можно делать больно, и это не больно, это сладко. Да, потому что человек понимает, зачем это нужно. Потому что это то, что мешает мне еще больше сладости получать. Вы же чувствуете, что вы еще хотите сладость теперь, да? А нужно условия теперь какие-то, и поэтому вместе что-то делаем. Тогда мы защитим, если же мы просто замечания делаем, не имея вместе ничего, то мы можем принести эту боль без сладости, и у человека пропадет вообще желание общаться. Я очень сожалею, например, что я так и не стал другом для Ильи, что он на второе собрание не приходит. Находит причину, что надо теперь побриться, только было белье развесить, теперь побриться надо в такие встречи. Но на самом деле он просто почувствовал эту боль без сладости. Хотя я делал мне какие-то серьезные замечания, простые для его возраста, для его сознания, но он просто настолько сердце-черстое. И это ложное представление о себе, это не только у него, у многих здесь. Что мы не можем почувствовать ценность этих замечаний, этих наставлений, этих просьб. Это всего лишь просьба была, но вот так. Поэтому, когда вы говорите «боль», это хорошо, что вы добавляете сладость туда. Это те состояния, которые душа испытывает в духовном мире. Одновременно и блаженство безграничное, и боль безграничная. Боль появляется от того, что душа чувствует, что она может Господа потерять. Вот эти мысли уже боль дает. Но так как она его видит, она испытывает такую сладость, что эту боль незаметна даже. Это наоборот, боль помогает сладость сильнее чувствовать. Любовь в разлуке, говорится, больше счастья приносит, нежели сама, когда уже встретилась личность с объектом любви. Харе Кришна. Доброе утро всем. Для меня этот тур как подарок. Я очень счастлива на данный момент, вот прямо сейчас, что все-таки это событие произошло в моей жизни. Я благодарю всем, кто был со мной рядом. Я благодарю нашим наставникам за те мудрые слова, поступки, которые были дадены мне. Что я вынесла из этого тура. А что Кришна — это в первую очередь радость. Это состояние внутренней улыбки. Это качество, которое нам необходимо, наверное, в первую очередь развивать в каждом. Непосредственность, открытость, непринужденность. Качество ребенка. Состояние «я хочу, я хочу служить, я хочу предаваться». Я очень благодарна Матушке Мандакине. Она для меня, как вот, Кришна в состоянии радости. Я всегда на протяжении всех этих дней вами одухотворялась. Потому что какие бы неприятности, какие бы непредвиденные обстоятельства на нас не сваливались в этом туре, вы были олицетворением вот именно этого состояния. И я всегда именно за вас опиралась. Думаю, ну вот посмотри, человек радуется, человек как-то находится в состоянии окрыленности. Вот оно. Прими его. Постарайся использовать его дальше. Я наполнена этим состоянием сейчас. Дай Бог его не растерять дальше. Сохранить. Я благодарна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. По милости преданных, по милости преданных все чудеса Происходит, я вот сейчас добавлю к ним Вы когда-нибудь кланялись, дон давать и божествам? Мы сейчас это сделали, прям перед ними Это по милости преданных просто Может быть желание у вас было поклониться ей Но божества приняли, как будто вы и поклонились И так пролили на вас милость На рейт пришла По милости преданных Желание жизни, эскезы совершают, что такое сделают Горы творят чудеса с людьми Я в горы хожу вообще очень давно Но раньше, когда была материалистом Но это делалось просто потому, что горы всегда притягивают Они реально очень красивые В какой-то момент поняла, что, например, без компании, без хорошей Но это просто нереально И когда мы были горными инструкторами По горному туризму, я просто с этим завязала Потому что, ну, нет какой-то цели Да, ты уезжаешь в горы, там красиво, активно Потому что душа требует этой активности Но когда ты возвращаешься в Москву Тебя хватает на неделю вот этой умиротворенности И потом через неделю ты уже в метро Тоже начинаешь чувствовать эту страсть В какой-то момент я съездила один раз в Гималай Мне повезло То есть, ну, пока я была материалистом Материальные горы меня притягивали, да? Потом потянула в духовное Но первый раз я попала с питерцами Которые оказались шиваитами И было очень интересно Но, опять же, с материальной точки зрения Там треки были на порядок тяжелее Но я не нашла какой-то духовной составляющей Потому что, когда мы пришли к какому-то саду Я получила ответы на эти вопросы, которые хотела Но я поняла, что религий, как таковых, не существует И должно быть что-то идти из сердца Если ты что-то просто хочешь сделать хорошее А в этой группе, как-то вот, когда я случайно сказала Харе Кришна, на меня даже косо посмотрели И я поняла, ну, наверное, может, люди что-то не понимают Но, как бы, я осталась тогда при своем мнении И продолжала искать дальше Случайно попала в группу Валенки Прогон Где, на самом деле, я уже третий год подряд, да? По милости, опять же, езжу И я понимаю, что здесь горы совершенно другие Вот в этом году получилось попасть в Гималайи И я поняла, что я реально хочу туда вернуться И, на самом деле, хотелось уезжать Все вот эти вот холод или какие-то другие вещи Они не впечатлели И то, что в этот раз мы не сходили на Нио Канг Я поняла, что это, возможно, задело на то, что в следующий раз придется сюда вернуться Я хочу сказать, что если мы идем по духовному пути Духовное открывается Но духовное, оно всегда высоко И всегда сопряжено с трудностями То есть сначала я, потом нектар Но нектар будет впечатляющим и надолго А так как душа полна вот этой активности Я желаю всем, чтобы вы благодаря этой активности Пришли к своему Кришне И каждый своим путем, свое время Во всем этом встретимся Харикришне Харикришне Я уже скучаю по Гималаям и хочу обратно Если бы мне сказали завтра, что мы собираемся и едем обратно Я бы незамедлительно собралась И тут же выехала Снова на эти сложные треки Снова осуществлять эти, как тогда казалось, непреодолимые трудности Сейчас осталось в памяти только счастье Ощущение Умиротворение Желание повторить это снова Мне не хватило времени Я это сейчас поняла Вот возвращаясь к словам Эммы вчера Мне действительно, я вот сейчас это осознала Мне не хватило времени Я бы хотела снова там оказаться И прочувствовать это состояние Разговора с Богом Когда ты с Ним наедине Этого очень ощущения мне не хватает В большом городе Я его всегда внутренне ищу И мне очень нравится уединяться Вот, но там, в Гималаях Это именно то самое идеальное место Когда уединяешь, ты чувствуешь Что ты разговариваешь с Богом Что Он вокруг тебя Я шла по тройку По первому, по второму И действительно, у меня был разговор с Богом И только потом я услышала, что В писаниях сказано, что Господь Гималаях То есть это Его дело Я только потом это узнала Там я это очень остро ощущала Его присутствие вокруг Огромное спасибо всем участникам тура Вот это стремление Господа, наверное Действительно, снимает маски И все Все открывают свою лучшую сторону Друг другу Все очень добры друг другу У нас сложилась прекрасная команда Спасибо огромное наставникам нашим И огромное спасибо Господу За такую возможность За такую возможность быть здесь Надеюсь, это повторится Спасибо огромное всем Всем добрый день Екатерина, Москва Я, как в начале тура Страшивали, для чего мы едем сюда Я сказала, что я еду в гости к Богу И когда мы заехали в Гималайи Я поняла, что Любимое дитя приехало в Пакин Я полностью погрузилась в эти энергии Полностью отдалась Богу И я благодарна группе Я в каждом человеке видела глаза Бога И его послание, которое он хотел рассказать Настолько веселое было путешествие Интересное Ребята все поддерживали Мужчины это Просто окутали какой-то заботой Любовью Все помогали Все друг друга вдохновляли Девочки тоже опутывали своей любовью Я настолько благодарна группе Что именно в этом составе Я приехала в гости Как вот Саша говорил Когда мы с ним встретились На подъеме в Кидорнах Я Ане отдала пони Лошадку нашу любимую И поняла, что Аня ускакала на ней А я просто осела У меня подвезилось давление И пришла аллергия на эту лошадку И мы с Сашей шли Он меня, наверное, минут 20 или 30 Поднимались по очень серьезному подъему И он меня подбадривал Он мне говорил Катя, ты можешь И в это время мы распространяли Криги Шрила Кавкупады Я не знаю, мне кажется, я на зубах ползла Но когда я видела Людей нуждающихся В святых писаниях И словах Господа Передаваемые через книги Шрила Кавкупады У меня куда-то приходила энергия Я подбегала к ним Начинаю рассказывать Не зная вообще английского Каким-то языком глухонемых Мы так друг друга понимали Они так все радовались И одна семья даже попросила еще одну книгу И вот мы с Сашей так В районе 30 минут шли Он мне каждый раз Катя, ты можешь Иди, иди еще 10 метров И он меня подбадривал Он меня поддерживал Я настолько ему благодарна И я видела, как это проявляется Поддержка Бога Когда нам тяжело Всегда он проявляется Через какую-то личность Которая окажется рядом И будет подавать тебе руку И подтягивать тебя туда, куда Ты не можешь сам дойти Поэтому я благодарна всем за такой опыт У меня очень много произошло Осознаний, инсайтов, пониманий Какие-то у меня были шумы на глазах И я не видела ответа И в адренатхе я услышала ответ И поняла, куда мне дальше идти Я благодарю всем Что при поддержке вас Я это услышала Матушка Мандакини Это просто отдельное восхищение Это для меня истинная женщина Которая живет Любовью к Богу Она когда смотрит И здоровается И говорит Харибол Это все Это ощущение Что до меня проливается Какой-то нектар Я чувствую эту любовь И здесь Исходящую из ее сердца Мне каждое мгновение Хочется ходить за ней Обнимать ее Служить ей Оказывать служение Любовь и благодарность Я благодарю Господа Что у нас Находится в команде Такая прекрасная женщина Истинная пресса Дальше Благодарю Благодарю Особенно за книги Сам же вдохновлял Давай-давай Еще 10 книг Еще 10 книг Спасибо вам Харьи Крешна Харьи Крешна Я почувствовала Что я не хотела Потому что Были определенные желания А возможности тела Были ограничены В период подъема И так же Очень яркое было Общение С Богом По милости Бога Только возможно Было подняться На такие вершины Мне все очень понравилось Спасибо большое Харьи Крешна Харьи Крешна Я очень рада Что я в Решикеше Я сразу почувствовала Когда поехала туда Когда приехала уже В Рекунд Что путешествие Даже когда я выехала Уже эти дороги Все для меня Думаю нет Пока я в Решикеш не вернусь Я не смогу полностью расслабиться Что как бы такое напряжение Внутреннее Ну вот того Что я должна вернуться И потом я уже могу подумать О чем-то более глубоко Оно было у меня Вот И Ну что я хочу сказать Такого Для меня это было незабываемо Конечно Такой опыт удивительный Получил я Во-первых Конечно Вот Самое яркое Это то Что команда такая у нас была И Когда вот люди оказываются В нестандартных немножко Да Условиях Как-то по-другому Начинают проявляться Такое Кажется Такое чувство у меня было Что друг другу Все хотели Ну это не чувство Такое было Что друг другу Все хотели помочь Как-то Такая сплоченность чувствовалась Поддержка Внимательность И Я даже другая какая-то была Потому что дома Например Когда я нахожусь У меня все время Какие-то хлопоты Заботы Такое напряжение Постоянно в уме Много мыслей А тут Мыслей мало в голове Как-то так легко Все Больше думаешь Смотришь на эти горы На звезды И Состояние легкости Такого полета Ну я поняла Что Как бы Я бываю очень разная И не всегда такая Какая на самом деле есть Такая Граха там была Немножко другая Может более настоящая Не знаю Вот Также Хочу Сказать Что Когда мы вчера уезжали И не было света Я вышла Мы пошли на омовение Я увидела Я вышла Просто увидела Такие горят Сверху Огромные Такие Ну не огромные Они просто горят Очень ярко Эти звезды Их там миллиард Тысяч этих звезд И так хотелось Ими любоваться Смотреть на них Вроде горы Шикарные Тут же такие звезды Когда ничего не горит Они загораются Эти звезды Также я очень благодарна Нашим старшим Что они нас повели Вообще в это место Я представляю Какая-то аскеза Для Для вас Да Такую команду Такую группу Брать с собой У всех Какие-то свои желания Могут быть И спасибо вам Что нас берете Очень благодарна Я также Саше Вот Саша Вам спасибо большое Когда я поднималась В кедронат Я пошла пешком И долго очень шла И думала Думала Что нормально Но я не знала Просто не оценивала И не знала Сколько там идти Поэтому я не понимала И потом я дошла Уже Когда там было Очень высоко Так идти Долго-долго шла Очень устала Я боялась Садиться на ослов Потому что Мне казалось Что Мне кто-то сказал Что много людей Не сбрасывают в себя В эту пропасть Я не помню Кто уже это сказал Поэтому мысли И сесть на ослов У меня не было Отлично Нашептал Нашептал Я очень долго шла сама И потом Так получилось Что я думаю Ну вот там Носильщики Которые носят На спине Я думаю Ну вот Наверное Это мой вариант Потому что я уже чувствую Что как бы Идти не могу Да Что они не сбросят И там Как раз оказался Саша рядом Я говорю Саша Надо вот что-то делать Не могу идти Ну давай Начал Он такой Да давай Давай Пойдем Потом он видит Что я уже все Я даже идти не могу И в общем Он как-то там Помог мне Меня засунули Я не знаю Как там Назвать по-другому На этого Мужчину Он такой Худенький Тощий Вот так жалко Как он Меня понесет Бедолага И это было Как раз В такой моменте В такой месте Где не было забора И был очень сильный обрыв И вот он меня туда посадил И я еду И у меня Так все качается Мне казалось Что сейчас пропасть Точно уходила Прям 100% И я вижу только Сашу В голову И я ему кричу Саша Спаси меня Что-нибудь сделай Пожалуйста Снимите меня отсюда В общем Это Мы договаривались Наверное Полчаса Что нужно договориться Там большая цена Что мы договаривались Долго И пока меня посадили Это все длилось Ну долго И потом Когда я села 5 минут И я поняла Что это не мой вообще Конек Не мой вариант Надо слазить срочно Саша меня спас Спасибо Александр вам Он так терпеливо В общем Мои эти Сопли и слезы Затерпел Мне уже было все равно Я уже Просто была В отчаянии полном Я плачу Уже без разницы Кричу Визжу Он меня снял И потом я увидела Ее шариратку Как она скачет Такая Так Да У нее так шапка Еще закатил уши Это бокам Это сухой Такая Опачки Значит все-таки Как-то ведь можно Она так проскакала И у меня значит Мусль закралась Значит надо найти Этого Какого-то там Коня И значит Мы идем А я вообще Ну тяжело Мы с Сашей идем Саша меня конечно Поддерживала Это было вообще невозможно И тут смотрю Идет Катя Катя идет с Наташей А Катя с палками идет Вот такая А не хочешь Сесть на ослика Я такая Опаньки Как прям Сам Господь послал мне Ну тут минут 20 Проедешь Я тут пока дойду И ты пока отдохну Вообще класс Давай Уже согласна Думаю Раз она ехала Значит мне так уж страшно Я на него села И думаю Ооо Жизнь-то налаживается На этом осли Я вообще доеду Хоть куда Мне так понравилось Она еще говорит Катя Там один Наверху меня подождет Я езду Я чувствую Слазить Я не хочу И ждать Не хочу никого уже Но надо Раз пообещала Думаю Надо Мы там остановились Сели Сидим Отдыхаем И я думаю Надо ослабрать Все-таки не так Это же страшно Ну удобно Даже Я уже устала Идти Так мне удобно На нем было ехать Вот Ну там недолго Конечно На нем проехала Там последние Не знаю Сколько километров Там Не знаю Сколько там было Вот Но Когда я пришла Наверх туда В этот кидронат Мне очень было Интересно находиться В этом месте Где был Праяк Там такой ветер Дул Так вода Сошумела Прямо такое место Не хотелось Не кушать Ничего Не хотелось Просто хотела Там сидеть И наполняться Вот этим местом Вот Ну это такие Наверное Яркие события Вот Из кидронатха Когда мы были Подринатхи Ну Я ощущала Что там Такое место силы Я чувствовала Чувствовала Что У меня просто был запрос Когда я ехала В эти Гималайи И когда я приехала Я поняла Что Для Бога Вот это мое желание Это вообще такая Не то чтобы мелочь Какая-то Но Что-то не так уж и важно На самом деле Мои желания Вашему нечто другое Это что Действительно Когда я там ходила Это внутренний диалог Он все равно С Богом идет То есть ты начинаешь Как-то с Ним разговаривать Или Он с тобой Разговаривает поговорить Я не знаю И я много Много с Ним говорила Размышляла Думала И как-то Внутренне успокоилась Такая Какая-то тишина Спокойства На сердце появилась После вот этого тура Я почувствовала Что-то Что все хорошо На самом деле Вот Еще очень благодарна Всем вообще Нашим мужчинам Которые были Ну тут у Шерма Уже осталось Да Они просто Очень много нам помогали И сумки таскали И вообще Просто вообще Такие молодцы Сейчас еще немножко Потерпите меня Сейчас я еще вспомню Что-то я хотела еще сказать Просто даже записывала Потому что память девичь Все забывается В общем такое ощущение Вот этой легкости Наверное Наполнение такого Что я побыла на этом месте Силы Увидела эти горы Не знаю вернусь туда или нет Но я чувствую Что в своих В своих медитациях В своих мыслях Я могу возвращаться В это место Даже если я не буду Там физически находиться Я смогу Загреть глаза И внутренне оказаться там Спасибо вам большое И еще Матушке Малдакине Конечно Нижайший поклон Я так рада Что я вместе с ней Ходила По дороге пандалов Это был незабываемый Для меня вообще Трек И Спасибо вам Что вы с нами были За вашу улыбку За ваши добрые глаза Любящие За ваши добрые слова И такой момент Еще был Когда я была в Бодренадхе После Кунды Я почувствовала Как-то Ну себя странно Немножко И так погрузилась Внутри Странные думки И матушка Малдакин Она заметила это Она говорит Так Иди сюда Говори Что с тобой И она так Со мной мило Даже не мило Просто так Поговорила Легко со мной И я начала Говорить Говорить И я начала Выговариваться И почувствовала Что все Все вообще Прекрасно Почувствовала Какую-то любовь Заботу С вашей стороны Спасибо вам Я Так учусь у вас Этому всему Как вот Как вы Продляете себя Как вы Дарите свою любовь И вот Это ощущение того Что Бывает Что мы впадаем В этот дефицит И когда я вижу вас Я понимаю Что чем больше Я любви отдаю Этому миру Тем больше Я наполняюсь И это так Сделает Такой счастливый Меня И я понимаю Что рядом Тоже со мной близкие Которые со мной Тоже Они становятся счастливы Спасибо вам Всем большое Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна Можно вот Чуть-чуть добавить Давайте микрофон Давайте Вот видите Пример Вот как Святое место Человеку Тяжело Пожалуйста На лошадку Не хочу лошадку Ну на тебе В корзинку садись Не хочу корзинку Ну попробуй Вот после Видите Все как-то Там пало Очень гармонично И хочу сказать Что несмотря на то Что она Что сильно устала Она бегала То вперед То назад Я не видел Я устал Намного сильнее Но она Насилучая Все Всего 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 Надо Надо Было обещание Что сегодня Кришна Дорогие преданные Это не Мой Не первый тур Гималай Моя мечта Не так Как у вас Сбылась В прошлом году Вообще По милости Кришны По милости Я попала Я попала Первый раз В прошлом году В Кималай Поэтому В принципе Я уже знала Куда еду И на что Мне готовиться В этом году Я не должна была Быть здесь Так как Обязательства Моей семьи Пребывали Моего присутствия Дома Но Получилось так Что Моя любимая бабушка Ставила Два месяца Назад Села И Эта поездка У меня Посвящена Ей Когда Она была Христианской традицией Естественно Я все сделала Так как Нужно было По той традиции Но Со своей стороны Мне хотелось бы Тоже совершить Действия Которые я хочу сделать И Я решила Что Любым способом Мне нужно Приехать в Бодринак На Брахма Капал И провести там Пуджу Шратку Для нее Хотя Мне уже заочно Не сделали Шратку И Во Вриндаване И в Гае Но Вот Что Мне нужно С командой Бандики Пробой отправиться И Те эскезы Которые я хочу Совершить Для Господа В первую очередь Конечно же Для Господа Но Чтобы И попросить Его Чтобы плоды Этих эскез Плоды Этого служения Он По своей милости Отдал На душу Ее По милости Кришне У меня Слава Богу Все получилось Мне удалось Пройти Путь В Кидрнадхи Удалось Пройти Путь В Кидрнадхи Как я и планировала Вот У нас было Всего два дня В Кидрнадхи И Нужно было Договориться С Браманами Чтобы провести Пуджу Вот По милости Кришны Кришна Мишра Мне очень сильно Помог Мы договорились И У нас получилось В эти два дня Повести Пуджу Как положено Поэтому Огромная благодарность Кришна Мишре И вообще Всем Потому что Правда Все поддерживали Все Давали возможность Как-то держаться Вот в этом году И Служение Которое Небольшое Какое-то служение Которое У меня было В этом году Оно помогало Просто От этих мыслей Немножко отключаться Сосредоточиться На цели Которая была поставлена Отключиться От этих мыслей И Столько Молить Господа И просить Его Чтобы он Хотя бы Если не полностью Забрало Эту привязанность Потому что У меня очень сильная К ней привязанность Она мне больше Чем мать Чтобы хотя бы Смягчило Это туда Вот И Я хочу Попросить у всех Прощения Потому что Ну Возможно Где-то Я действительно Была резка Ну Не всегда Я В нормальном состоянии Еще Да И Вот Большое спасибо Что правда Вы терпели Терпели это И Ничего Не говорили В эту Правда Вот Действительно Только Эта поездка Немножко Скажем так Убрала И я понимаю Что Я вернусь домой Да Мне придется С этим горем Все равно Справиться Как-то Но уже Будет легче Потому что То что Максимально Я могла сделать Для ее души Для Господа Да Хоть чем-то Послужить вам Хотя бы вот чуть-чуть И я сделала Большая благодарность вам И мои поклоны Нижайшие Потому что Если бы не было вас У меня бы ничего Не получилось Спасибо Харь Кришна Не знаю что сказать Я сюда так рыбалась Когда я приехала Ну то есть Мое сознание Кришны Началось С того Первого Харинава Тура Вот Который Стал Наверное Ударом Для моей семьи И то Что я здесь Нахожусь Это Ну То есть Меня здесь Вообще Просто Не должно было быть Но когда я осознала Что я неправильно Ну Расставила приоритеты И Очень Молилась Просила дать Господа разума Вот И он Дал мне Понимание Что Господь Он не где-то там В Харинава Туре Вот Что Господь Он в сердце И в сердце Моих близких В сердце Моего мужа В сердце Моих детей И Меня себе Поставило Тест Что я наизнанку Вывернусь Но Я вот Утворил И Мужа И детей Ну Собственно Кришну И вот Он мне Такой подарок Дал Что Я попала На инсталляцию И попала Сюда Что еще Ну У меня была такая Жажда У меня уже как бы Много лет Очень-очень сильно По Духовности По Ну вот Эта нищета Внутренняя Она просто Сжигает все Изнутри Вот И мне казалось Что я вот сейчас Вот приеду И Все будет Ну вот Как будто Ну что-то такое Произведет А на самом деле Ничего не произошло Декорации Просто поменялись Вместо квартиры Воры Вместо мужа И детей Люди Вот А счастья Внутри нет Нет удовлетворенности Вот только Когда мы с Юли С год спускались И у нас Мы до кого-то Говорили 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 О Кришне Вот Единственный момент Такой был счастье А так Даже когда в храм Пошли вчера Ну вот смотрю я Он там сидит В пузе лотоса Ну там еще Непонятно издалека Просто Что-то такое темное В разноцветных тканях А в сердце Вообще ничего не происходит Наверное Как говорит Вальник и пробу Там такая Железобетонная стена Столько грязи Или просто Я не там ищу Что надо искать Внутри А не во внешнем Мире Вот А что еще Ну в общем Надо мыть посуду Он говорит Юля говорит Помогает Да Могу что-то делать Больше служить Вот Собственно Ну все Да Господь внутри нас И вот там надо искать Но внешняя Вот эта реальность Она помогает нам Увидеть его там внутри Вот вы смотрите на него Да Вы говорите Я ничего не вижу Ну как Вижу что-то темное Там да Такое И все Остальное не вижу Вы как раз Это внутри видите То есть Вы внутри Вы говорите Я внутри хочу Каждый хочет Я хочу Господа Внутри увидеть Да Но вот это и есть Вы внутрь смотрите То есть Глаза Это не я Вот эти глаза Круглые Которые мы видим Это не я То есть Я на самом деле Смотрю вовнутрь Через вот эти глаза Но ничего не вижу И поэтому Господь Настолько милостив Он приходит к нам В форме видимой Как бы там В храме Бодренадхи Он в лотосе сидит Нарез камня Проявленное божество Такое Панчататам Вы просто смотрите На них И вы уже их видите Даже если вы Не понимаете Не знаете И вы думаете Я не вижу его Вы все равно Видите его И Господь это Зачитывает Видит меня Вот 10 минут Видит меня Надо галочку Ей поставить Сегодня 10 минут Меня видела Да Вчера минуту Меня видела Потому что делал Других много Как оказалось Я не хочу Меня видеть Но вот сегодня Вот 10 минут Видит меня И вот это видение Их формы Очищает нашу Вот эту Железобетонную Вот эту Скажем так Схему Постепенно Постепенно Убирает И когда вы Не просто видите А еще что-то Делаете для него Как вот Посуду моете Например Да Говорят Посуду Помогает Посуду Например Вы снимаете Тюрбаны с них И говорите им Ну что господа Время купаться пришло Вот это вы Видите внутри Это не внешне Во внешнем Вы просто руками Делаете что-то И в воду Опускаете В гангу Там Втираете полотенцем Ожерелье Одеваете на них Там Да Кормите их Спать укладываете Пробуждаете Омываете Это внешне Все На самом деле Это и есть Внутреннее видение То есть вот Вот эта работа С ними Общение С ними Постоянное Через какое-то Время Вы поймете Что вы Как будто С ума Сходите Взрослый Человек Взрослый Человек Занимается Вот этими Кукольными Делами Это как только Вот такое Понимание Приходит Вам Это значит Почти Что вся Стена Рухнет Вот эта Бетонная Которая Не давала Мне Видеть Его То есть Но Нам Нужно Главно Продолжать Это делать Пробуждать Омывать Кормить Украшать Гулять Танцевать С ними Любить А что Вы будете Делать Когда Бога Увидите Вы Все Хотите Бога Увидеть Что Делать Будете Замрем Все Ну не просто Ж На самом деле Вы сознание Потеряете От счастья Просто Увидев Просто Упадете Без сознания Никакой Нашатерный Спирт Не поможет Несколько Дней Просто Если Вы Хотя Не Его Мизинчика Или Ноготок На этом Мизинчике Увидите И Вы Будете Просто Без сознания В блаженстве Лежать Долго Долго Время То есть Вы теперь Должны Знать Кого Вы Хотите Увидеть Это Объект Нашей Любви И поэтому Вот это Служение Божествам Оно Нас Тренирует К тому Чтобы Когда Мы Увидели Мы Не Потеряли Сознание Как Миним А Продолжали Общаться С ним Да Продолжали Общаться Вопрос Задавать Жаловаться Им Да Ругать Его Иногда Потому что Вы Если будете Это делать Вам придется Это делать Потому что Они иногда Непослушны Вы хотите Что-то Сделать И они Говорят Я не хочу Вот это есть А Вы Говорите А у меня Нет Больше Тебе Ничего Дать Потому что Я не могу Нигде Ни цветы Найти Ни фруктов И воды Нет Поэтому Ну вот Прими Орешку Какую Одну Ну вот Больше Нет Ничего Ну ладно Раз Любовью Приму Хорошо Вот Вот это Называется Видение Вижу Внутреннее Вижу Вот это Диалог Внутри Вот это Есть Он Диалог Вот Кто Говорил Ложа Говорила Поднимается И разговаривает С Богом Это Внутренний Процесс Вы же Не идете И говорите О гора Там У меня То-то-то Нет Внутри Жень Вот Это Он Поэтому Помещайте Свои Глаза Туда Чтобы Они Смотрели На Господа Уши Чтобы Слушали Разговор О Господе Да Язык Говорил О Господе Пять Чувств Нужно Занять Запахи Аромата Должны Чувствовать Божественные Цветы Благовония Предложенные Бога И так Сердце Очистится И вы Поймете Что вы Никогда С Ним И не Расставались Но Он Всегда С нами Просто Мы на время Отвернулись От него И все Теперь Надо Развернуть Вдоль Вамутрь И для Этого Нам Помогает Внешний Мир Ари Кришна Спасибо Вам За Реализацию Субтитры Субтитры Дималай Дималай Хотел Это Ночью Даже Когда Ничего Ничего Не знала Про Только Сознание Кришны Когда Пришла Почему То Сразу Захотела Дималай Ну Вот Оно И Слава Господи Осуществилось А в горах Там Понимаешь Какие Малюсенькие Какие-то Неумелые Все Ничего Не знающие Или Такой Великий Если Горы Такие Великие Какой же Бог Нам Можно Вообще Представить Огромная Благодарность Валя Кипр За то Что Ну Такая Возможно Что Появилась Я давно Хотела Огромная Благодарность Матоджи Матоджи Это Образит Женственности Преданности Так Как Мы Видим Это Все Сочетать И Внести В себе Огромная Благодарность Всем Всем Наконизациям Всем Рабу Матоджи Всем Мне помогали Спасибо Большое Спасибо Несмотря На то Что Мы Такие Малюсенькие Знаете Сколько Можем Сделать Для Бога Такие Малюсенькие Например Мы Можем Как Творец Брама Сотворить Вселенную Мы Такие Малюсенькие Такая Сила У нас У каждого Есть Быть Творцом Вселенной Он Господь Как Милостей У нас Награждает Таким Могущим Таким Малюсеньким Ари Кришна Ари Кришна Непонятно Куда Смотреть В сторону Я Буду На дверь Смотреть Надо Божать Натравится Подписывайтесь Натравится Отчет Ну В общем Я Не подготовила Никакого Отчета Простите Меня Пожалуйста Я Все Бегаю У меня Голова В деталях Интересная Ну Что Хотелось Отметить Что Эта группа Она Изначально Почему То Была Какая-то Самая Аскетичная То Сюда Мы Не Приезжали Все Время Все Время Какие-то Были У нас В общем Невзводы То Света Нет То Тепла То Воды То Еще Что Когда Мы Приехали В Решакеш Мне Написали Что В Решакеш Нет воды В гостинице Два дня Я Почитала Что Это Как раз Будет Конец Хариного Дура Ну В смысле Кималайского Дура Ну Видимо Нужно Добыть Это Все Кому-то До Конца Вот Ну В целом Что Хотелось Сказать Что Реализаций Конечно Много И Все Разные Сегодня Упомнишь Но Что Хотелось Нам Всех Наверное Пожелать Чтобы Мы Вот Эти Все Реализации Которые Мы Здесь Поделились И Которые Еще Не Поделились В сердце Чтобы Мы Смогли Найти Разум Их Осознать И Силы Применить В жизни Потому Что Они Тогда Не Будут Ничего Стоить Если Мы Просто Что Встретили В своей Жизни И Никак Не Применили Для Наши Жизни Воспользоваться Нашим Духовной Сил Спасибо Боже Спасибо Дорогие Преданные Спасибо Вам За то Что Потянулись Реализация Я Сегодня Приехал Зовут Меня Ржон Анат Дас Из города Челябинская Прилетел Я В Кималай Попал В прошлом Году Прошли Мы Ганго Три По Двенат Кидранат Ну Видимо Примерно Похожий Маршрут Был Представляю Чем Вы Говорили У нас Был Мужской Тор Только Мужчинами Мы Ходили И Начала Рождаться Реализация И Этот Году Это Как Продолжение Того Тора В этом Году Я Был На Инсталляции Божеств Патчататвы Установили В Омске Мощное Мероприятие Когда Господь Читание По Лицу Господа Читание Тепла Слезла Или Гададхар Погиб Танцевал Когда Ты Видишь Неблюдаешь Невероятное Ощущение Господь Танцует Точнее Гададхара Энергией Господа Ну Представитель Энергии Любим Господа И В конце Сентября Состоялась Первая Сельхозконференция В Омске Также По 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 Семей Ко Сейчас Развиваются Не Только В России Вообще В мире В принципе И Это Вот Последняя Капля Была Когда Понимание Что Для человека Противоестественно Жить в городе Вот Сейчас Мы Все Пощутили Мощь Природы Какая Энергия Какая Чистота Вот Эта Благость Проявлена Она Просто Сочится Отсюду Горы Деревья Реки Рыж 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 Звуки Ароматы Виды Общение Совершенно Другого Качества Возникает И Мы Можем Это Все Иметь В повседневной Жизни Но Надо Уезжать Из Городов И Вот Была Первая Конференция Ну То Есть Основа Жизни На земле Это Коровы Быки Буквально Депрогу Лучше Гораздо Расскажут Но Тоже Реализация Что Отец Бык Это Отец Наш Корова Это Наша Мать И Когда Ты Не Просто Это Слышишь Не Просто Воспринимаешь Какая Информация Когда Это Становится Твоим Знанием Проникает В сердце То Возникает Глубокая Реализация Что Мы не должны Жить В городах Нужно Переезжать Горы Водоемы Реки Озера Луга Поля Леса Ну Вот То Что Сказать Спасибо И Еще Поблагодарить Благодарить Организаторов Этого Тора Что Дает Возможность Исполнять Мечти Тоже Я давно Мечтал Побывать В Бадренадхе Почему-то Не знаю С детства Слышал Это Слово Гималайя Бадренадхе Не знал Что это Такое Даже Вообще Исполняются Наши Мечты Многие Тут Делились О том Что Это Была Мечта Примите Мои Погоны Матхе Мандхакине Вы Своей Энергией Своей Мудростью Вдохновляете Приданных И Вас Тоже Поблагодарить За то Что Вы Нашли Время Возможность Приехать Сюда Служить Кришне И Получить Такие Реализации Можно Спасибо Гарри Кришне А я Вы Гарри Слышно Гарри Кришна Дорогие Преданные Дорогие Наши Учителя Матушка Мадагини Ну это Такая Наверное Возможность Бывает Раз в жизни Приехать Сученик Сапрабхупады На самом деле Она меня вдохновила Гималай Я не собиралась Потому что Я знаю Что это Мужское Наверное Мужское Настроение Все таки Не знаю Я так думала Но когда я услышала Что Она едет Я подумала Как она едет Мы тоже можем Значит И Спасибо За вот это Вдохновение И за этот Пример Реализации Очень много Честно говоря Не хочу Сейчас Время Отнимать Потому что Они очень схожи С тем Что Каждая Из вас Сказала Я тоже Это все Чувствовала Наверное Это все Летает Витает В воздухе Это все В наших Сердцах Находится Мы обмениваемся Этим настроением Я просто Хочу Вести Это Там В той Жизни Чувствовать Это И видеть Каждый день Горы Чувствовать Бога Чувствовать Его присутствие Когда я смотрела На него Я не видела Черное Знаете В этих одеждах Я видела Его Как он говорил Хочу Это все Время Чувствовать Каждую Секунду Спасибо Спасибо вам Всех Большому Спасибо вам Кришна Миша За ваше Мистическое Настроение За то Что вы Нас Погружаете В этот Транс До Кине Матушке За ее Удрой За Эту связь С нашим Учителем Прабхупадом Всем Спасибо Большое Очень люблю Вас Всех Что-то Очень Очень Сытно Скучно Извините Что Плачет Ари Кришна Я могу Сказать Что У меня Тоже Ощущение Что Все Что Вы Говорите Я Тоже Это Прожевала И Когда Вопрос Задавали Хотели Или вы Когда Нибудь Поехать В Гималай Я вспомнила Что В детстве Я Ну Мне бабушка Рассказывала Что Я очень Любила Машу Распутину Именно За эту Песню Отвезите Меня В Гималай Все время Ходила И напевала Это Все Отвезли Вот Реализация Была Примерно Такая Что Весь Этот Тур Удавалось Ну Как бы Не то Что Удавалось А так Происходило Что Как будто Я Смотрела На все Происходящее Со стороны Я Замечала В каких Моментах Приходит Радость В каких Моментах Хочется Грустить В каких Моментах Хочется Быть Одной Я Просто Это Как Наблюдатель За этим Смотрела За всем Моментах Их 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 Отключать Ну Что Вот Это Не Я Сейчас Пройдет Час И Я Все Забуду И Вот По милости Того Что Мы В святом Месте Со Святыми Людьми Это Как-то Удавалось Сделать И Я Вот В Атринадхе Мне Очень Хотелось Почувствовать Господа Но Я Не Знала Как Я Могу Это Сделать То Я Смотрела Я Даже Не Могла Увидеть Что Он Сидит В Лотосе То Я Вообще Ну Просто Ослепла Что Ли Не Знаю И Вот Последний День Я Стала Таким Сильным Желанием Попасть На Последний Господу И Мне Меня Отговаривали Говорили Что Ты Не Успеешь Нам Уже Пора Ехать Я Говорю Нет Я Все Равно Успею И Вот В тот Момент Что Случилось Такое Мистическое Что Я Пришла Там Почти Никого Не Было То Можно Было Спокойно Пообщаться С Господом И Я Получила Даршин Пошла Пошла Храм И Что Произошло Со Что Мне Мне казалось Что Это Самое Близкое Самое Реальное Было За Все Это Время И Первый Раз Когда Удалось Просто Ну Просто Слезы Потекли Вот Как Сердце Раскрывало Вот И Я Очень Благодарна Всем Вот Было Ощущение Мы Тоже Дерились С Матаджами Что Вот Все В этом Туре Мы Вроде Как Ну Сколько Дней Мы Знакомы Ну С Ощущение Что Каждого Знаешь Даже Если Не Общался Ты Реально Его Знаешь И Уже Близкие Люди И Уже Как Отношение Как Уже В семье Реально Хочется Всем Помочь И Это Что-то Удивительное Я Хотела Поблагодарить За Эту Возможность Быть В Атаджуре Наших Старших Вальники Прабул Кришна Миша Прабул Матаджа Мандакиня Просто Мой низкий Поклон Спасибо Вам За Эту Возможность Харе Кришна Харе Кришна В 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 Прабул Вначале Сказал То Что Мы Делаем Это Судья Кришна Мы Чувствуем Очень Большое Родство С собой Потому Что Действительно Мы Все Дети Одного Создателя Конечно Святых Места Святых С Ним Авторитетным Образом Находясь Исполняя Наставление Гуру Парам Каре То Конечно Этот Авторитетный Метод Дает нам Почувствовать Родство Что Мы Все Очень Близки Гру К другу И Именно Не телесно Но Духовно Духовная Близость Это Самая Самая Настоящая Близость Телесное Сегодня Тело Есть Завтра Нет Но Духовное Родство Это То Самое Настоящее Родство Почему Мы Чувствуем Потому Что Кришна Это Общая Душа У Нас У Всех Есть Мы Все Индивидуальная Душа Но Пронизывает Всех Нас Еще И Общая Душа Кришна Настолько Мы Все Близки Что У Нас Общая Душа Поэтому Когда Мы Связаны С Ним И Делаем Для Него Что То Это Конечно Мы И Чувствуем Что У Нас Всех Одна Общая Душа Насколько Мы Все Родные И Близки Хариво 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 Дорогие Преданные Хариво Потому что Я так Люблю Всех Вас Я хотела Поделиться С Вами Что Произошло В этом Туре Но Если Будет Слишком Длинно Или Слишком Скучно Вы Меня Обормите Когда Я была Юной Перед тем Как Стать Принцем Я Начала Читать Про Гималайи Книгу Одной Я думаю Британская Писательница Александра Давида Нил Александра Давида Нил Я не знаю Переведена Но Я Видела Переведена В 20-30-х Где-то В 20-30-х Годах Она Была Первая женщина В Тибет Искать Мистиков Она Была Первая Женщина Которая Поехала В Тибет Искать Мистиков Тибет История 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 Про Йога Которые Когда Оказывались Напротив Тигра Они Говорили Хорошо Пожалуйста Давай Я буду Твоей едой Это Было Удивительное Духовное Путешествие Недавно Я прочитала Книгу Радханат Хасвами Путешествие Домой Кто читал Эту книгу Он Начал Своё Путешествие В Гималайя Своё Духовное Путешествие В Гималайя Встречаясь С мудрецами В пещерах И Которые Учили Его Как Жить В Гармонии С Большими Хищными Животными В Прошлый Году В пяти Истинах В чате В пяти Истинах Я увидела Эти Необычные Фотографии Золотой Горы И Прабхупада Пабхупада Папхупада Говорит о наших Мечтах Он Говорит Иногда В наших Снах Мы Видим Золотые Горы Золотые Снах Видим Золотую Гору И В наших Снах Все Объединяется Мы Видим Золотую Гору Я Подумала Что Это Духовная Мечта Духовный Сон Но Это Тоже Реальность В Сибири Мы Были В машине Вместе В Вальмике Прабхуп И Другие Бедные И Я Сказала Вальмике Прабхуп У меня Есть Мечта Я Была Очень Хотела Поехать В Гималайю Но Наверное Это Тело Слишком Старое И Потому Что Вальмике Прабхуп Такое Щедрое Он Сказал Нет Нет Вы Можете Поехать И Потом Он Сделал Специальный График И Который Исполнил Мои Духовные Мечты Я Хотела Увидеть Реку Мандакими Потому Что Она Дала Мое Духовное Имя Конечно Я Ее Услуга Вот Несколько Реализаций Вот Несколько Реализаций Вначале Мы Приехали В Ришикеш И Я Переполняла Впечатления Оганги Это Была Мирная Сила Она Была Мать Она Принимала Нас Приветствовала Нас Первая Ночь Вальмики Вы Не Были Первую Ночь Вальмики Потому Что Кришна Миши Не Была Тогда Мы Пошли С Вальмики С Несколькими Из Нас В Маленькую Пещеру Где Два Брата Иногда Спят Дву Брата Семьми Вальмики Прабу Имеет Вальмики Прабу Кришна Миши Прабу Я Думала Это Большая Пещера Где Можно Укрыться От Палящее Солнце Это Была Очень Маленькая Пещерка Может Отсюда До Конца Двери Маленькая Деревца Которая Не укроет От Палящего Солнца И Там Был Такой Ветер Дальше Дальше как будто время больше не существовало и Джаппа была такой лёгкой, она текла как волны Ганги и так было спокойно быть там одной там меня посетили две маленькие птички и две жёлтые бабочки и я видела как люди рафтинг, они мне махали я им говорила Харе Кришна и они отвечали мне и я поняла как красиво и как милостиво Ганга вы говорили, что Ганга это самое главное божество в Гималаях а потом у нас было путешествие в Кедарнах и мы увидели этот магический ландшафт, который начал раскрываться перед нами и мне это немножко напомнило французские горы Альпы они маленькие и когда я делала начинающая была преданная и делала Санкт-Киртан в Альпах и я помню когда я была глупенькая и я была очень, ну в этих горах я так была горда Кришной и я гордилась таким необычайным другом который своей энергией мог создать такую красоту и я когда смотрела на всю эту красоту в горах я вспоминала Кришну как Он говорил в Бхагавадгите я из всех недвижимых объектов я в Гималаях и я узнала, что моя любимая духовная сестра у нее был сердечный приступ и мы пришли в Бхагавадгите и мы вот как раз подъехали в Джосимату где Нарисимхадев и мы могли бы совершить буджу для нее и мы пели перед Нарисимхадевом и все было прям так уложено по времени идеально и потом был Кедарнат это конечно путешествие я не была как вы, я была немного хитрена у меня была пара конечно я не такая как вы, я немножко хитрила потому что меня несли на паланкине но я тоже сказала, что мне надо все-таки себя испытать попробовать свои силы и немножко аскез совершить и думая о том, как воспевать Махамантру и думая о молитвах Господа Чайтанья Шихшаштыка и думая о молитвах Господа Чайтанья Шихшаштыка и петь джапу, воспевать Святое Имя в смиренном состоянии настроении и думать, что ты ниже в дровинке более терпеливо, чем к дереву и избегать такое ложное чувство собственного достоинства и готовить всем респектам другим и только думать о том, как выразить почтение другим и когда я была на паланкине, это не было в соответствии со стихом Господа Чайтанья я, конечно, спускалась с паланкина в этот момент и потом мне было трудно дышать снова но самый замечательный момент в восхождении на Кедарнатх это было встретиться снова со всеми преданными это было так сладко и когда я спускалась с паланкина и шла я видела этих молов идущих и я думала, что молов лучше судьба, чем у нас и я думала, что у молов лучше судьба, чем у нас и была такая мистическая сцена в храме Господа Шива там, может быть, настроение в этом храме другое, чем в храмах Искон может быть, там дикое немножко, красивое очень и когда мы спускались уже с Кедарнатх и когда мы спускались уже с Кедарнатх я видела Вальми Кипрабху, он быстро очень спускался и видела, как он сорвал яблоко с дерева в Гималаях и это напомнило, что мудрецы, которые живут в Гималаях они питаются очень просто, просто фрукты и вода с незапамятных времен так с незапамятных времен так и так как у меня такая, ну, мне такая предоставлена огромная честь в этой семье я не хотела бы, чтобы меня рассматривали как почетный гость но частью вашей команды Юдхешвари Радха, я сказала, я хочу распространять книги и это было отлично, потому что я чувствовала такую близость со Шриэлой Бабхупадой люди были очень, очень приятно и отвечали к нам очень приятно люди были так дружелюбны, так открыты, они отвечали нам и снова мы были в дороге и мы направлялись в Бадренатху это необычное место это единственное место, где Господь совершает аскезу для пользы человечества и у нас, ну, когда мы были на Западе, и когда мы проповедовали, люди не воспринимают Кришну серьезно особенно в его последние годы с пастухами но мы можем сказать, что Кришна совершает аскезу для пользы человечества для пользы человечества и в этой связи я вспоминаю встречу одного преданного с католиками с католическими монахами и они не могли понять, почему у Кришны столько подружек и столько жен и ответ был очень правильным и ответ был очень правильным то есть жены Господа Иисуса он сказал, что у Господа Иисуса столько жен и это место было так красиво, как Кунда и Господь Нараяна и Агни Дев были так милостивы к девушкам, женщинам потому что это не был кипяток, это была приятная теплая вода не обжигающая и потом была дорога Пандавов и инструкцию, которую Вы нам дали и чтобы мы медитировали, как будто мы отправляемся в последний путь умирать чтобы избавиться от всех привязанностей, потому что мы знаем, что мы умрем для меня, я пыталась, но это не получилось я просто видела это как следующее замечательное путешествие приключение нам нравится путешествовать, нам нравится видеть святые места я вижу это так особенно, когда ты молишься, чтобы снова увидеть Шрива Павпаду где-то он увидила Я не уверена, что это будет экстраординарное благословение. Но может быть в месте, где он сейчас проповедует. Я проживала так долго. И Вайасаки Прабху, о господинах, мне сказали историю, что кто-то спросил Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада, если вы вернулись к проживанию, где бы вы хотели идти? Где вы будете проповедовать? Куда бы вы пошли бы? Шрила Прабхупада, я бы хотела пойти в ад проповедовать. Так что все в ад. Все в ад. Все в ад. Я не могла почувствовать тяжелое настроение. Хотя это было непросто, потому что физическое преодолевание. Но я медитировала больше на дороге пандамов. Они были так мощными, так сильными. Они были такими могуществыми, такими сильными. Кроли, императоры всего мира. Но они не могли не пережить расставание с Кришной, когда Он оставил планету. Я чувствовала вот эту разлуку. И особенно следуя стопам Драупади. Такая аристократическая, но такая нежная, хрупкая принцесса. У нее были самые могущественные мужья. Самые любящие, самые заботливые. Самые хорошие защитники. Красивые. Всегда заботящиеся о ней. Но по этой дороге она просто следовала за ними. И никто из них не смотрел на нее. Я пыталась медитировать в ее настроении. И как она упала с горы Двопасть. Потому что она хотела встретить Господа Кришна. И на этой дороге Панда вам чуть больше говорить. Можно мне проходит. Нет, он тоже помогает. Я не знаю. Нет, все равно. А в комнате, если я здесь не могу слышать. Громче, Георгий. Громче, Георгий. Георгий, я удлините, я сделал. Георгий, я удлините, я сделал. Удлините, нужно, я сделал. Посмотрите, если не нужно. Делал в какой-то, я принесу. А пусть он пришли еще попереводить, он без этого. Хорошо. Пандала. Панда, я признаю. На этой дороге Пандала. Работать можно. Дарья Гришна. Так что на этой дороге Пандала. Так что на этой дороге Пандала работать можно. была длинная область девочек. На этой дороге Бандаваса самое удивительное было забота преданных. Было трое преданных рядом со мной. Замечательный Саша Прабух. Он был таким нежным, он предвосхищал, чтобы какие-то камни не упали или не подвернулись. Он был самоотверженным. И Лена она помогала мне и учила мне как нужно правильно дышать. So, it was just not to be with devotees, wouldn't it have been the same? Okay, so we came back, it was a wonderful journey. And something to share on the way in the car. But it will be good because it will break the image you have of me. I'm a little shy, but I would like to share it. And I ask forgiveness to our wonderful emotions. But it was a lesson from Śrīla Prabhupāda. So, first we had wonderful Kirtan, Katha. And then the light, the sun went down. And the darkness came in my mind. Of course, because I'm so unfortunate and so lazy, I don't speak Russian yet. And at one point for maybe, I don't know, it seems to me maybe two hours. These wonderful Prabhus had some very extraordinary Katha, I'm sure. Because I could hear some Sanskrit names. Some nectar was going on on earth. And I didn't talk about the poor Krishna Mishra. But Maya came in my mind and I thought, oh, they are a little uncivilized. But it was really Maya. But then I thought, maybe I should listen to Śrīla Prabhupāda. And then you handed me some earphones. And Śrīla Prabhupāda's voice and words were so strong and beautiful. It was like a lesson from Śrīla Prabhupāda telling me. My dear little foolish daughter. Why don't you listen to me? I'm always here for you. But you don't realize it all the time. And he was talking, talking, and then I was feeling real ecstasy. And then Śrīla Prabhupāda showed me it was a lesson. And then Krishna Mishra Prabhupāda was starting one of the most beautiful artists. And it was so much joy. It was so much joy. And Vājmiki led a beautiful long mission to gather up prayer. And Vājmiki led a beautiful long mission to gather up prayer. And then a class, that Bhagavad Gita class you were talking this morning about. It was very interactive. A lesson from Śrīla Prabhupāda. You know, then Maya can come in so many ways. Telling me, who do you think you are? You think you're the center. And when I understood my lesson, all the three contents. So I'm so thankful for this tour. For all of you, of course. Called by Yudhishvairadha. The golden voice and the soft heart. For our dear Vājmiki Prabhu. It's just such a source of inspiration. And to all of you. And I'm so sorry not to speak Russian. I would like to exchange more with all of you. But I think we had a strong connection anyway. So this tour, I didn't know what to expect. But I got from that tour much more than I could expect. And I can just say. Thank you very much. Thank you very much. I can just say thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much for many of us. Thank you very much. Thank you very much. And our friends have been given me. Thank you very much. Thanks. And of course, my friends have been to come up. Thank you very much. Thank you very much. И как будто сам Шила Прабхупад присутствовал, на самом деле присутствовал в этом путешествии вместе с нами. Потому что Шила Прабхупада так хотел, чтобы в России распространялось и развивалось это движение Господа Чайтани. И именно ей Шила Прабхупада дал это наставление развивать это движение в России. Вот мы видим, как это и происходит на самом деле. И как путешествовать вместе с нами, мне также показалось, что когда-то в прошлых воплощениях мы тоже где-то вместе были, вместе с преданными, вместе и с ними. И я также заметил, что тогда Шила Прабхупада услышал о России, что там происходит проповедь. Мы помним эту фотографию, Матаджи нам рассказывала, что Шила Прабхупада так широко и так ярко улыбается, сидя на переднем сидении машины. Помните эту фотографию. Вы должны помнить, что когда Шила Прабхупада笑ся так ярко и так широко, когда он услышал о России. Вы помните, что ли он посмотрел, мы reading my letter. Ах, Шамасундра был написан... Да, та фотография, когда Шамасундра Прабхупада читал... Тогда он читал письмо как раз Мандакине Матаджи об отчете, как происходит проповедь в России. И на этой фотографии изображена реакция Шиллупады, когда он поворачивается, и такая у него удивительная, яркая, широкая, сияющая улыбка, не улыбка, а именно смех. И вот именно, да, можно показать. И тогда я четко увидел, что именно вот этот смех, это выражение лица, очень похоже на выражение лица именно Мандакине Матаджи. Вот именно такая же яркая, широкая улыбка и смех, когда она часто смеется, мы знаем. Всегда вдохновляющая и яркая. То вот в этот я увидел, что действительно она очень сильно похожа физически. Very... Look like at that picture of Śila Prabhupada, that his expression on his face was similar to yours, actually, very much. And that is actually a sign that he wanted you to preach in Russia, it's been going on. And that smile essentially for the Russian communities. И эта улыбка как раз, она предназначена для вдохновения руки. It's your smile, your far-right smile. Это улыбка про упады. Для всех нас. Для вдохновения всех нас. Hare Krishna. I told him I was showing you a group to go to be Himalayas. И я показал с какой-то группой, мы отправляемся в Гималайя читание Чандричаран Прабху. And he said, it's going to be a very nice tour. And he said, oh, так это будет замечательно, путешествия, приключения. No accident. Не будет никаких происшествий. Вот, покажите всем. And he said, look at that, so fortunate we did it. And he said, наоборот, удача, и богиня удача будет следовать, будет рядом с вами. И удача будет следовать за вами. И она будет защищать группу. Команду. Pariibo. Вот Мата же точно так же на первом сидении сидела. На переднем сидении точно так же часто поворачивалась. И вот один в один, когда я смотрел на нее, ну это же Прабхупа. Похоже, да? Да, очень. Харе Кришна. Харе Кришна. За мной. Харе Кришна. Ну, я думаю, что он для нас не кончается, этот тур. Он только начинается. Самые высокие и крутые в Гималайе нас ждут впереди еще. То есть вся наша жизнь, это подъем. Те горы, они встретятся вам еще не раз в вашей жизни, когда вам нужно будет преодолевать какие-то промежутки вашей судьбы. Вы будете искать косликов, чтобы кто-то вас понес, кто-то вас вдохновил. Илья появился, может быть, Илья? Ну, пока анализирую я. Появилось много смирения и покоя в душе. Пока, пока вот наблюдаю за собой. Не буду много говорить, потому что особо нечего. Ну, наблюдаю за собой. Что-то новшество появится. Ну, оповещу. Спасибо большое вам. Как говорится, дай бог, чтобы это продолжалось. Ну, и наращивало только свой потенциал. Спасибо вам за отзыв, что вы есть. Спасибо. Спасибо за доверие, за содействие. Спасибо. Хай, Кришна. Хай, Кришна. Мы будем ждать, Илья. Что-то усилия. Твоих реализаций, в общем, где-то чате. Спасибо. И так, как вначале говорил, что вас ждет еще множество таких подъемов, где вам придется внутри разговаривать с Богом. И вы можете вспоминать эти подъемы в Гималаях и ваши реализации. Там они будут помогать вам преодолевать эти трудности. А если мы это делаем для Кришны, то эти трудности, они превращаются в нектар. Это не трудность, это нектар, наоборот. Спасибо. Конечно, я очень благодарен всей группе, что вы для меня как учителя были все. Каждый мне говорил о чем-то. Внешне было казалось, что вы что-то от меня просите. На самом деле вы мне подсказываете, как я могу служить вам больше, лучше, качественнее. Я уверен, что со многими у меня будут близкие какие-то дружеские отношения, доброжелательные в будущем. Они сохранятся сейчас на какое-то время в неактивной фазе, но потом эта активность проявится. Я почувствовал, что Панчататва, Божество, которому я поклоняюсь, не один, с семьей целой. У нас семья большая, дом семьи, пять истин. Это огромный дом. Это не просто здание, это просто виман трансцендентный, духовный, который сел на землю, приземлился на эту планету. Спутники Панчататвы живут в разных городах, в разных странах, потому что это желание Панчататвы набрать команду хорошую для того, чтобы делать духовную революцию во Вселенной. Не только на планете нашей Земля, а не только в каком-то городе. У них план такой. Если Господь что-то сказал, что я это сделаю, никто не может остановить. Бога никто не может остановить. Подобно тому, как говорится, если Бог захочет кого-то убить, никто не спасет. Нет такой силы, которая может спасти. И так же, если кто-то хочет убить, если Господь захочет спасти такого человека, его никто не может убить. Если он будет просить у Господа помощи, никто не сможет убить этого человека. И так же Панчататва, у него есть план развернуть Юго-Дхарму. Вот этот танец трансцендентный, духовный танец. Вся Вселенная танцевать будет. И начало они берут прямо на земле. То есть они сходят на землю. Спутники всех Господа. Читане. Приходят, чтобы набрать команду себе. И все, кто соприкасался, хоть как-то в Харинамо, Турии, или в Гималайских путешествиях, или в Донисемии, Пятисим, как-то был занят служением Панчататвы, или что-то жертвовал, или что-то делал физически для них, искористно. Они все это учитывают. И в какой-то момент они активируются. Сейчас они не сильно активны. Они сейчас набирают команду. Просто я чувствую, что все, кто был в Гималайском туре, это все спутники Господа Читании. Однажды вы это почувствуете, поймете. И в этом плане я знаю, что мы еще раз встретимся не раз. Мы этим танцем Харинамо и пойдем в Духовный мир. Это будет наш последний подъем. Такой. Организатор этой всей Харинамо и лучше его другу падает. Он организовывает эту Харинаму. Последнюю. Но сейчас, как любит Матушка Мандакини говорить, цитировать Шива Прохупаду, вернее. Она его цитирует. Сейчас трудимся, самадхи потом. Сейчас время труда. Поэтому сейчас трудимся, трудимся, пока на земле находимся. Потом, когда пойдем домой, тогда и будет самадхи. Домой подразумеваю, что мы можем еще здесь находиться. Мы идем домой. И мы можем уже здесь быть самадхи, конечно же, кто находится на таком уровне. Но те, кто стремится к такому уровню, нужно трудиться. Не ожидать, когда же будут самадхи. Просто трудиться, что-то делать для Кришны, для людей, для простых, для живых существ. И самое лучшее, конечно же, это святые имена успевать, распространять. Иди, Шива Прохупадрик, Прасад, людям раздавать. И давать общение людям. Все одинаково, могущественно. Давать общение людям. Потому что предны это носители Кришны. Предны это некий паланкин, на котором Кришна путешествует по этому миру. И одна из реализаций таких, вернее, она уже была всегда, сейчас просто еще раз подтверждение я нашел в этом, что этот тур в Гималайю, он не должен быть просто туром в Гималайю. Он должен быть наверное, Харинама тур в Гималайю, как и был раньше у нас. Мы с этого начинали однажды. И на Харинама тур в Гималайю. Я помню те поездки, когда мы так же путешествуем, но у нас планок было постоянно в какой-то храм Харинамой, с храма Харинамой, путешествие Харинамой. То есть везде Харинама была. Тогда мы выполняли свою обязанность перед живыми существами, перед людьми еще. Помимо того, что мы приезжали в Гималайю, треки делали, мы не забывали про свои обязанности. То есть до нас нет выходных в этом плане. Мы не устраиваем себе отпуск и поехать в Гималайю. В Гималайю спускаемся и тоже Харинама. Сейчас будет Харинама тур могущественный. Мы заметили, что каждый тур могущественнее предыдущего. Ну так всегда идет уже сколько на протяжении многих лет. 2008 года. Каждый тур Харинама тур могучнее предыдущего. Сейчас будет не менее могущественный Харинама тур. И конечно же он тоже здесь в Индии закончится. Но динамика его не остановится. Она перейдет туда, на запад. Там Харинама тур продолжается. И это наше желание было, потому что это желание панчататтвы. Они хотят так здесь просуществовать с нами. Вернее мы пока существуем, еще тела не оставляем. Они вот хотят такой динамики жизни. Когда они пришли в мою жизнь в 12-м году и духовный учитель установил во рендавании их сам лично на последний день картики, самым могущественный день картики считается. Он установил и с того момента пришло вот это желание это их желание чтобы Хоринама тур был круглогодичный. То есть он не останавливается нигде. Где бы они ни находились везде будет Хоринама. У них есть резиденция в Подомском дом семьи пять истин планета коров. Там есть один проект резиденции. Они как будто бы внешне базируются там. но на самом деле они там где их преданные проповедуют несут Хоринаму они туда приходят. Если преданные находятся где-нибудь в Австралии или в Америке или в Европе в Азии где-нибудь и занимаются проповедью распространяются то имя и дают общение простым людям панчатататва дам с ним вместе они прямо туда идут. Есть примеры когда преданные делятся реализациями такими они их чувствуют как они перемещаются во много пространства сразу же одновременно потому что как Кришна Миша Прагу напомнил нам всем что это общая душа Кришна это общая душа то есть мы везде поэтому для них переместиться туда где преданный думает о нем или выполнять висию непосредственно их они обязательно туда придут мгновенно просто незамедлительно можно представить что мы исполняем указ или наказ желание непосредственно Бога без посредников всему распространяем святое имя и Гишила Прагупады знания разносит Прасад и общение даем людям значит мы непосредственно их указания выполняем мы можем представить насколько они удовлетворены насколько Бог доволен непосредственно без искажений этот тур показал что по-прежнему есть голод духовный в Гималаре люди голодны многие не знают что Кришна Верховна Личность Бога там многие не знают Панчататву Господочитанию не знают что Югатхарма Харинам Санкиртана то есть Святое Имя Воспевание а кто-то и знает но делать не может это понимает что это важно но делать не может почему потому что нету хорошего руководства нету настоящего духовного учителя который идет по стопам непосредственно Господа Господочитании сейчас в эту эпоху нужно понимать этим людям даже в Гималаях в Индии даже если кто-то себя считает духовным учителем он должен понять замысел Бога в этом квалификации гуру что он знает замысел Бога и как узнать о замысле Бога надо прочитать инструкцию которую Бог сам говорит пишет ней говорит вот мой замысел сейчас в эту эпоху Югатхарма Харинам Санкиртана это мой замысел если человек считает себя гуру он должен взять этот замысел Господа и в сердце себе вложить и сейчас его реализовывать и этого люди не знают ни в Гималаях ни здесь мы сейчас увидим кто-то сейчас Харинаматур поедет по разным городам поедем на Курукшетру поедем там где Господь Кришна давал Бхагавадгиту непосредственно где была эта битва Мандалавскуру могучнейшее место на планете для Яги особенно если там где мы были это место для Аскез самое мощное то Курукшетру это самое мощное место для Яги и мы еще там проводим не просто Яги а Намайагию которая считается лучшей из всех Яги Кришна говорит из всех Яги Я Намайагия то есть воспевание святого имени и мы туда сейчас поедем там будем совершать воспрочитание Югадхарму и там тоже можно увидеть что люди этого не знают что это Югадхарма воспевает святые имена то есть они живут в могучном месте и не совершают на Яги то же самое что муха сидит на банке меда пытается визнуть его не может добраться хотя мед вот он банку просто чтобы кто-то бы открыл чтобы туда залезть потом и утонуть там в этом меде мы сейчас будем нести это там потом мы поедем на океан Джаганат Капури это место где Господь испытывал Панчатату непосредственно Господь Читания испытывал самую сильную любовь к Богу эту разлуку любви к Богу мы тоже там будем воспевать святые имена и там более-менее еще кто-то знает что Харинам Санкиртан это Югадхарма но большинство также находятся в иллюзии занимаются другими какими-то видами деятельности не понимая что Господь Читания это сам Господь пришедший в этой форме предного чтобы научить людей Югадхарми потом мы поедем Майпур и мы увидим как Югадхарма воплощенная на земле проявлена действует где люди уже живут Югадхарм уже город построился большой Прабхупада приехал туда в Майпур и там просто были рисовые поля никто даже подумать не мог что здесь будет огромадный город духовный город и что там будет строиться самый огромный храм в мире в Майпур где будет вести самое поклонение Богу и что это за поклонение Харинам Санкиртана специальный храм строит чтобы там шло воспевание 10 тысяч человек будут одновременно помещаться и петь Харинаму это храм Панчататтвы там можно в реальности увидеть как работает Югадхарма но даже там даже там есть люди которые это знают и делать это не могут потому что по-прежнему еще есть какие-то ожидания от материального мира есть желания материальные слабая вера что это Югадхарма воспевание святого имени кто-то по-прежнему будет думать что нужно аскезы совершать философию изучать поклонение божества внести что-то главное это то что дополняет должно Югадхарму дополнять усиливать ее это неплохо изучать что-то философию божественную аскезы совершать божествам поклоняться нужно но это должно делать для усиления Югадхармы воспевание святого имени И потом через Джайпур, с Майпуран, через Джайпур, Джайпури, Господь Говиндаджи, Рада Гупинат, там божества, которые Радха с Кришной, в свое время с Хриндаваном были перевезены. И там остались они, мы тоже туда приедем, там тоже будем выполнять Гадхарму. Оттуда мы приедем во Радха, домой, все переживают этот эмоциональный взрыв, после такого путешествия, после таких приключений, вы возвращаетесь домой, все чувствуют, что Радха это наш дом, всех, всех живых существ, это тот дом, откуда мы когда-то все ушли. И наша удача, что этот дом на земле проявлен, это не просто посольство Духовного Мира, как мы перечисляли эти Дхамы, помните? Да, это посольство Духовного Мира, а это реально прям дом наш там, и там эта тоска, разлука по дому, она в чистом сердце настолько сильно проявляется, что многие уезжать не хотят оттуда. И они идут на всякие уловки, что нужно остаться здесь, загранпаспорт где-то потерять, деньги потерять, телефон выкинуть, чтобы обезьяны забрали, у меня быстрее специально на виду ходят, показывают. Только во Вриндаване обезьяны, сейчас телефоны начали вырывать уже. Они меняют, конечно, на бананы, на всякие там, фрукты. Но человек хочет остаться там, потому что он чувствует, что наконец-то он дома. После миллионов-миллионов перевоплощений я дома. И там все говорят только о Кришне и Радхаране. Там настроение служения проявлено очень сильно, потому что это обитель Радхарани, она царица служения. И самое тяжелое будет уезжать из Вриндаваны. Но как в одной реализации, я рассказываю, когда я уезжал из Вриндавана, я зашел в Самадхи к Швили Прагопаде и начал молиться. Никого не было, пустое Самадхи было в этот момент. И у меня уже такси ждало, прям возле ворот. Я уходил с такой разлукой сильной. Мне очень больно было уходить оттуда, опять в этот запад. Странный. Я просил благословения у Швили Прагопады, чтобы он дал сил мне продолжать служение моему духовному учителю. И с болью я уходил оттуда, слезами на возраст, с болью, что тяжело расставаться. У меня божествовало здесь Прагопады. Ну, он сейчас на алтаре там. Я покажу фотографию сейчас, когда все закончится. Я когда выходил, я прям почувствовал, что Прагопады мне прям отсюда говорит. Так я же с тобой туда еду. Чего ты переживаешь? Ты не думай, что я здесь в Самадхи не сижу. Я там. Я на запад еду. Я хочу туда идти, в этот ад. Я хочу проповедовать там. Поэтому не переживай, я прям с тобой иду. И для меня это такое впечатление было сильное. Что я не просто, не то что уходить не хотел. У меня как будто аж парень сбегал с хрендала на суда, на запад. Бежал, таксист говорит, давай быстрее на запад, веди меня. Так Прагопада действует. Потому что говорится, проповедь в странах запада сейчас гораздо сильнее очищает сердце от грязи, нежели омовение во всех святых водоемах. Всех святых водоемах, посещение всех святых мест. Не имеет такой силы очистительной, как проповедь в странах запада. Поэтому, если вы хотите очищение сердца, и быстро прибейтесь к Богу, как мы вчера говорили, в лифт сесть, да? Не по лестникам, а по ступенькам, а так подниматься, там, какой-то этаж тысячный, миллионные этажи, а пройти. В лифт сесть, проповедуй, садитесь в лифт. Я знаю короткую дорогу. Короткая дорога – это проповедь в странах запада. И сердце быстро очистится. Философия откроется, знания откроются, не надо ничего будет глубоко изучать, все равно времени не хватит. Любовь в сердце разовьется, и жизнь будет прожита не зря. И тогда каждому такому человеку готовна судьба, не прописанная ни в каком гороскопе. Человек встает на путь бахтина, на путь служения Богу. Гороскоп просто меняется. Планеты сами удивляются. Как это так происходит у него? У него в планах нет этого. Но Господь выше всех планов. И предные Господа, они не попадают под влияние планет. Планеты только усиливают, улучшают судьбу человека. Они тоже участвуют, но они улучшают и усиливают. Они делают красивей судьбу человека. Яркая просто судьба должна быть у предных. Не просто звездочка по небу упала. Кто запомнит эту звездочку, которая падает в небе? Видел кто-то, как звезды падают? Вы помните сейчас это? Ну, упала, упала. Вот так судьбу людей и пролетает. Надо прожить, как метеор пролететь по небу. Вот так наша жизнь должна быть. Наполнена смыслом глубоким. Да, нужно думать, что все это реально. Что невозможно это слово и слова ряд дураков, как Прабхупада говорил. Все реально. Но просто поставить высокие, хорошие цели, Кришна даст разум, чтобы достичь этих целей. Силы даст. Общество преданных друзей даст. И этому нужно научиться только в обществе тех людей, кто это уже делает. Вот наша удача, что мы его соприкоснулись с матушкой, которая живет этим с самого первого дня, как увидела Прабхупаду. Наша удача вообще видит того, кто видел Прабхупаду. Это вообще редкая удача видит того, кто видел Прабхупаду. А общаться с такой личностью, это вообще что-то запредельное. Служить ей, слушать ее внимательно. Поэтому мы благословлены, этот тур благословлен, Харинама тур благословлен тоже. И что с нами присутствует, как Кришна Миша пропускала, сам Прабхупада, он проявлен в своих учениках. Спасибо ему, что напомнило про Матушку, что Прабхупада ей лично сказал, «Уезжай в Россию, распространяй святое имя». Она первая, кто привезла в Россию Шимад Бхагава там, незаконно причем. Привезла просто. История может быть будет ее найдете в интернете, интересная очень. То есть Светоч Знаний пришел к нам через эти руки, через ее желание помочь Шимад Бхагаве. И, по сути дела, мы, если начинаем это делать, мы тоже наделяемся полномочиями, силой Шимад Бхагави. Тогда для нас не будет нигде никаких проблем. Вся наша духовная жизнь, она будет просто яркой, немучительной какой-то. Не нужны никакие аскезы преданными. Не нужны, их нет в этих аскезах, они в умерсе. Ничего аскетичного, детский сад просто какой-то. Сад для мирян просто до каких-то. Ничего аскетичного абсолютно. Первые дни я приехал, ооо. А потом Харинама была святое имя, хорошие друзья рядом. Какая аскеза, о чем вы говорите? Детский сад какой-то просто. Аскезы превращаются в нектар. Хотеться что-то делать. Хотеться что-то для Кришны делать такое, потому что пока живу, маленькая жизнь, что-то сделай такое. Нам кипяток в этой кунде, там никто не сидит. Подходит какой-то Бхагаве и мне говорит, прыгай давай. Давай, прыгай, ныряй туда, плыви. Я знаю, что там кипяток, там же аж париться можно. Я смотрю на Кришну Мишу, говорю, что он говорит? Он говорит, прыгай тебе туда. Я ему говорю, ну и что делать мне? Он говорит, ну вдруг это Господь пришел, кто его знает. Ну прыгай. И что, это Аскеза, чтобы прыгнуть и петь? Нет. Через близких может Господь так говорить, прыгай. И вот это его слово, прыгай. И я от этого больше вдохновился, что вот прыгай, вот от него, не от этого мальчика, хотя непонятно, кто здесь стоит, но так, на всякий случай, думаю, ну ладно, Господь говорит, прыгай, значит, ну прыгай. Но он же через предных действует. Я прыгнул, я прыгнул, проплыл по этому кипятку, вынырнул, и я не обжегся, ничего, и думаю, нектар. И я ему говорю, эй, 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 ты видел? Он говорит, да. Я говорю, я еще могу прыгнуть. Давай. Я прыгал туда-сюда, прыгал в этот кипяток. Туда-сюда прыгал. И никакая это не Аскеза. Это все переворачиваете в Ливу, в Ливу Господа. Это какая-то Аскеза. Аскеза сотрудничать друг с другом, терпеть друг с другом, вот это Аскеза. Что-то делать вместе для Господа, вот это Аскеза. Вот эту Аскезу мы должны совершать каждый день. Чтобы Бхабада сказал, вы мою любовь почувствуете только в сотрудничестве. Если хотите любовь почувствовать к Богу, сотрудничайте, делайте что-то вместе для Бога. Вот это самое тяжелое. Еще тяжелее там любовь почувствовать к статусу сотрудничества. Но все это реально. Кто-то это делает, это чувствует. Поэтому также я хотел бы присоединиться ко всем словам благодарности, которые здесь преданные озвучивали. Благодарили Турвей сам, всех преданных. Матушку благодарили, Квишну Мишу Прабу благодарили, Матешри Рату благодарили, Ольгу благодарили. Все кто-то кого-то благодарил здесь, я присоединяюсь к этой благодарности. Ну потому что совершить такой подвиг, в принципе, группой такой, не каждый может пойти на такое. Вы все видите, все это было сделано. Цель была достигнута. Все живые. Никто тела не оставил. Все кремировать, кремировать никому не пришлось. Хотя мы были... Не поверите, мы с матушкой спустились в Рудро-Проядге к Мандакине-реке. Она говорит, это Мандакине, да, воды надо набрать. Я пошел набирать, и я подумал, это же Мандакине-река. Она же больше ее не увидит, может быть. Может быть, ее с собой взять, чтобы она... А там, ну, трек такой хороший, спуститься прямо вниз нужно было. Думаю, может быть, ее взять с собой просто. Я из пешагов сделал, повернулся, смотрю, она стоит, ждет. Я говорю, пойдетесь? Да. И мы вместе пошли туда, к реке, спустились. Там помолились, я воды набрал. И видно, она просто влюблена в это место. Она прям... Очень созвучно с этой рекой Мандакине. И потом мы поднялись, по пути прошли, и я увидел площадку, где кремации проходит. И эта площадка, прям специальное сооружение такое, прям культурно так все сделано. Что-то благоприятно, кремация на берегу Ганги делать, что потом петел сразу туда, душа освобождается сразу же. Я увидел, ну, платформу идут кремации и подумал, ну что, этот тур, похоже, ну, обошелся без жертв. Я решил сфотографировать даже это. И матушка стоит прям напротив. Думаю, не буду сфотографировать. Чтобы потом немножко дошла, чуть-чуть так нас сфотографировал. Но я пережил этот, как бы, эмоциональный такой подъем от того, что в этот тур обошлось без жертв. Но с другой стороны, когда всегда в туре оставляет тело, я не менее радуюсь этому. Хотя все скорбят, родственники особенно скорбят, и меня считают, ну, возможно, причиной всей этой гибели и всего такого, удачи. Мое сердце спокойно, потому что я знаю, что на самом деле в этот момент для души, для этого, ну, проходит, как бы она про трансформацию какую сейчас переживает, что она освободится. Из круговорота рождения старости, болезни, смерти. Все, она теперь как душа, ворачивается домой теперь отстрадала. И мне этого достаточно, вдохновения. Я в радости много радуюсь за таких, кто. Я не призываю никого оставлять тела в Гималайках, теперь, чтобы меня порадовать. Нет, ни в коем случае. Это, естественно, произойдет. Поэтому всем желаю успехов на духовном пути. Будьте очень внимательны. Весь свой тур проанализируйте еще раз, как урок. Один из главных уроков жизни. Если какие-то ситуации неприятные, как вам кажется, проходили с вами, это особенный урок, значит, к нему особенно отнеситесь. Как-то его проанализируйте, найдите позитив. Минимум 50% вины себе возьмите. Это минимум за эту ситуацию, за плохую какую-то. Если хотите полностью развязать узел, тогда 100% себя виновным назовите этой ситуацией. Вы виновник, вы причина этой неудачной какой-то схемы или сделки какой-то с кем-то. Господь говорит, я это все проявляю, опираясь на то, что находится в сердце, приятному дежурому существа. Везите это домой, сохраните это все. Держите в сокровенных уголках своего сердца глубокие реализации. Не всем рассказывайте некоторые вещи, особенно сокровенные. Не делитесь. Делитесь только с теми, кто вас понимает. Кто понимает, в чем суть духовной жизни, в чем суть нашей жизни. Если человек или к этому стремится, по крайней мере, к пониманию такому, вы можете им открывать сердце о ваших реализациях, о которых вы здесь переживаете. И так вы будете очищать сердце слушателя. И сами наполнитесь огромной энергией любви, потому что вы прям почувствуете, что Господь через вас говорит. Только найдите хорошее сердце хорошего слушателя. Вдохновляйте других. Если в следующий раз поедете в тур, в Ямалай или в Харинама тур, можете еще кого-то с собой взять. Двоих, троих, пятерых. Не для того, чтобы нам здесь много народу набрать, а спасти, чтобы кого-нибудь с таким настроением. Кому-то дать возможность пережить то, что вы переживали. Соприкоснуться с этим могуществом, с этим величием, с духовной энергией, с такой колыбель Индии. А Индия — это колыбель духовная на планете. И мы, как дети, должны в этой колыбели рождение получить и при бежище в начале. Как дети в колыбели. Узнать о Боге. Узнать о любви к Богу. Посещать места, которым миллионы лет даже. Не просто там две тысячи, три тысячи, пять, десять тысяч лет. Есть места, где Богу поклоняются миллионы лет уже. Здесь, на планете, в Индии. Нигде этого не найти. Ни на одном материке нашей Земли, нашей планеты вы не найдете таких мест. Это только здесь, в Индии. Колыбель духовная. Смотрите, сколько времен люди пытаются завоевать Индию, и ни у кого не получается. Она до сих пор остается независимой. Почему? Потому что таков план Бога. Он любит просто это место. Он сам здесь проявляется. В другие места он отправляет своих детей, сыновей, пророков, мессий. Но сам приходит сюда. Почему? Потому что здесь культура поддерживается. Люди поймут его. Бог проявится. Люди поймут этого. Пример Иисуса Христа. Как только он проявился, как сын Бога, дикари просто убили его. Просто убили и все. Поэтому Бог туда не приходит. Не то, что он боится, что его убьют. Его просто не поймут, потому что люди дикари просто сейчас в колею. Сын Бога пришел дать милости. Божественную любовь дать пришел. Они взяли и убили его. Такое вот сейчас время, к сожалению. Но это место, где мы сейчас находимся, оно непосредственно защищено Богом. Если только люди сами туда здесь не набедокурят, а так, здесь можно легко его почувствовать. И вы в этом убедились, Гималайя. Его легко почувствуем, Господь. Немножко смирения, терпения, почтения. И вы чувствуете его. Как только немножко гордость пошла в сердце, он закрывает себя сразу же. Еще его нету. Просто горы, просто вода, просто река. Но немножко смирения, терпения, почтения. И он открывает себя. Оставайтесь на наших волнах. Благо сейчас цивилизация такова, что можно друг с другом общаться, независимо от какого расстояния. Если бы лет пятьдесят назад мы бы здесь как-то чудом проявились, мы бы потерялись, мы бы, может быть, и не увидели больше друг друга. Письма бы только писали, отправляли почтой, перезванили где-нибудь в этих телефонных будках. Сейчас мы можем за секунды связаться. И как Анна сказала, можно перенести в Гималайя легко в уме. Все это реально. Пережить опять тот же самый опыт, который мы здесь переживаем. Если вы омывались в Ганге в какой-то из дней, и вы почувствовали сильное впечатление, волнение какие-то, переживания эмоциональные. Запомните это состояние и можете теперь дома, где вы будете каждый день и не раз в день омываться в Ганге в уме, переживая вот этот опыт. Да, и вы будете получать точно такое же очищение, которое вы получили здесь, омываясь. Такая милость Ганге. Призывайте ее в уме, омывайтесь. Питайтесь правильно. Чисто питайтесь, предлагайте пищу. Следите за тем, чтобы в рот не попала гадость какая-то. Общайтесь с преднами, у которых есть. Желание развить отношения с Богом, у которых нет желания критиковать, кого-то осуждать, искать недостатки. Вы убегаете от этих общений. Найдите наставников, кураторов, поводырей себе, если кто-то еще не нашел. Готовьтесь к ученичеству. То есть в этих отношениях можете учениками готовиться, становиться. Пройдите нужные образовательные курсы, духовные. Это очень интересно. Это не просто система образовательная, как в мире. Она бесполезная на 90%. Вы учитесь, и вкуса никакого нет. Здесь образование вкус огромный дает. Хочется учиться просто. Это признак духовного знания. Вы учитесь, и вы вдохновляетесь. Прямо вдохновляетесь, сильно очень. Это очень сладко. Санскрит произносить, читайте санскрит. Духовный язык нематериальный. Это не индийский язык. Это санскрит, это не индийский язык. Это духовный язык, на котором Бог давал знания в этот мир. На котором общаются мудрецы и полубоги. Изучайте его. Произносите, учите стихи. Вспоминайте их в Бхагавадгите. Потом вы начнете видеть мир через призму Священных Писаний. Что у вас. Ваш процессор, ваша карта памяти, она наполнена духовным звуком. Соответственно, вы будете говорить духовные вещи всегда. И будьте всегда невозмутимы. Кришна Миша привел этот стих с Бхагавадгитой. То есть, неважно, жара, холод, горе, счастье. Все будет меняться, но вы остаетесь невозмутимы. С таким настроением вы очень легко постигнете духовную реальность. Харе Кришна. Спасибо всем. Харе Кришна. Шел Прабхупадхи Джай. Панчататхваки Джай. Ни Тай Годи Манамдель. Харе Кришна. Харе Кришна.